Радиент 2 Киверсфинала летнего DreamHack Который проходит в Янчопинге Конечно же, как и все другие DreamHack Ну и, как я говорил Очень сильные задержки здесь обусловлены тем Что в Virtus.pro против UG играли 3 карты Во-первых, первая карта была 60 минут Вторая карта была 30 минут И третья карта была около 50-55 минут Плюс задержки между матчами Плюс немножечко отдохнуть Плюс допикать и так далее И так далее Все это привело к тому, что Не смогли сыграть BO3 матч за 4 часа Вот такие вот дела, друзья Ну ладно Значит, Na'Vi в своем полном составе Естественно, на LAN Куда ж уж тут не полным составом Ну я просто с этого обычно начинаю свою трансляцию Говорить, полным ли составом играют команды Ну вот, Мауза у нас там тоже с каким-то интересным товарищем Шпилит Ну вот здесь, по крайней мере Пупейхвост, Дэндик, Уроки и Фаник Против Way2Sexy Фоджет, Юниверс, Ауи и Снейкин Команда Dignitas, как вы догадались Приехала к нам Такие из Америки Готовы ребята побеждать Готовы ребята показывать все, на что они способны Но не будем забывать То, что команда Na'Vi Сейчас находится на пике своей формы И явно у них есть мотивация выигрывать Деймхак Явно они приложат все усилия Для того, чтобы Отдолеть оппонента Ну, по крайней мере, сегодня Здесь Я не думаю, что если они будут там в полуфинал На финал турнира Они как-то ослабят хватку Но, тем не менее Команда Dignitas, кстати, это ребята Которые раньше назывались PotomBotom Вот Сникинг у него, видите Аватарка такая, там Полумесяц такой Кошечка с какой-то шляпкой Такой интересной Как новогодний, что ли Вот Это такая аватарка Раньше была у команды PotomBotom Американская Они еще в прошлом году Я там начинал комментировать Госу-лигию Очень хорошо выступали Ну и, соответственно Потом, видимо, нашли себе спонсора Он до сих пор выступает под Собственно Знаменем Team Dignitas THD Darkseer Так, ну тут надо кого банить Пупею? Пупею надо банить Естественно Shadow Demon Потому что Shadow Demon вместе с THD Это комбинация героев Которые Очень много проблем Доставляют на трепле И У Na'Vi У них уже есть Очень сильная трепла Ну, как бы Потенциал Там Герокоптер и Никс, например Они, в принципе Могут пойти Ну, попытаться То есть Навязать какую-то Агрессивную доту Сопернику Подраться Но если там будет Алхимик Если там будет И еще Shadow Demon То мне кажется Что с этим Воевать будет очень тяжело Ну, Пупею Думаю, что сейчас Поразмыслить немножечко И забанить Все-таки нужного героя Так, а у нас Потихоньку Дигнитас начинает Убирать мидеров Да, то есть Соответственно Пупею Надо убирать Каких-то фармил Потому что Дигнитас для треплы Ну, тут Наикс Да Тут Алхимик Тут Луна Из популярных Керри героев Но Может быть Пупея У него какое-то Особое, так сказать Мнение Кстати говоря Нави в последнее время Пореже стали Драться Трепла на треплу Я как-то давненько Делал Интервью С хвостом На что он говорил Что трепла на треплу Это офигенно Берешь Наикса Убиваешь соперника И вообще Просто зашибись Все получается Но вот Последние Там несколько матчей Которые я смотрел У Нави Они как-то Ну Пенебрежительно Относятся Ну Отнеслись По крайней мере К такой затее Хотя Пик у них был Очень хороший Тоже что-то Типа там Герокоптер Никс Бэйн И побоялись Вот такой Линии И идти в треплу Ну вот видите Кунку Пупею брал Ну посмотрим Сейчас Беру Тинчу Дигнитос Ага То есть Шадоу Демна Решили не забирать Просто Решили взять ТХД Ну а Кого тут еще Надо кого-то На линию Будет поставить Формить Опять Этот Непонятный Летающий Дракончик Пак Которому Поменяли иконку Он теперь Вот такой Вот немножечко Необычный Честно говоря Он меня немного Пугает Он какой-то Не знаю Не от мира сего Ну квапы нету Поэтому Паку Хотя нет Паку в принципе Есть еще Кого бояться Там например Темпларочку Какую-нибудь Стоило бы Бояться Паку Потому что Темпларочка Собственно Она нормально Пока Она перефармливает И ей сложно Как-то Помешать Да Этому Дракончику Потому что Рефракшн Как бы Арбой И сайленсом Рефракшн Сбивать не прикольно Руками тоже Собственно Не очень интересно Потому что Она постоянно Сиблейдом Крипов пробивает И Тебя там Потихонечку Теряется лицо На линии Короче Неудобно Играть Паком Против Темпларка Уже Сколько Игорь замечал Что если Темпларка В мид идет Например Пака иногда Даже на хардлейн Посылает Или один на один Куда-то Стать Лучше Какого-то Темпларки Ну фиг знает Это все Знаете Такие Моменты Которые Очень Тяжело Так Предугадать То есть Например Будет ли Вейтасекси Там пикать Темпларку Да честно говоря Вряд ли Потому что Ну просто Не знаю Мне кажется Просто Вот не будет Пикать И все Берет Дума Ну что ж Где же Будет стоять Дум Дум по идее Он герой Который В принципе И в лесах Неплохо стоит Но чисто Теоретически Дума Мне кажется Здесь лучше Поставить на линию Во первых Потому что В лесах Будет фармить Инча Это раз Во вторых Потому что Дарксир Будет фармить В лесах Это два Вот Ну а Дум Соответственно На Изи лейн Получается БХ Фаник Будет играть На БХ Ну короче Нави нужно Что-нибудь Плотненькое Знаете Такое Вот именно Именно Чтобы Вот Может Танковать Каким-то Образом У них Вроде В принципе И так Конечно Хорошие герои Но Вот Саппорт Один Для Никса Какой Хороший Саппорт Для Никса Подходит В данной Ситуации Ну что-нибудь Можно Со станом Типа Лешрака Или Лины Но Это Не совсем Так сказать То что Я имел ввиду В плане Толстого Героя Вот Не знаю Бэйн Может быть Считается Толстым Героем Потому что Он вообще Сам по себе Саппорт Очень плотный Во вторых Бэйн Он Еще обладает Такой способностью Как Брейнсап И соответственно Может Там 300 хитпоинтов Просто чистым Дэмэджем Ударить В соперник И соответственно Эти самые 300 хитпоинтов Забрать себе Что Очень Важно Когда ты там Дерешься То есть Видишь Там у Бэйна Ага У Бэйна Там 100 хп Осталось Сейчас я его Быстренько Хопа И убью А он Просто бежит Чуть-чуть Так Видит Что ты ему Наносишь Последний удар И просто Хоп 300 хитпоинтов Себе берет Добрый вечер Ух ты ж Морфлинга Забирают Игроки Команды Дигнитос Ну Друзья У Дигнитос Она Априори Слабее Чем та Которая Есть у Нави Ибо Герокоптер Пупи И Никс В смысле Пупи Нет такого героя Есть такой Герой Никс Да Морфлинг Сразу же Начинает Перекачиваться Закупается Так Дайте-ка Я Что сделаю Я наверное Во-первых Включу Наверное Ластхит Во-вторых Включу Всяких Интересных Анонсеров Если они Тут есть Их Тут Нет Ну Шторм Он конечно Забавный Но он Порой Мне Самому Мешает Комментировать Потому что Он очень Много Говорит Герой Пупи Ну да То есть Я что Имею ввиду То есть Никс Герокоптер И Виседж Кто Такой Никс Никс Это герой Который Обладает Станом Которым Можно Попасть По одному По двоим То есть Довольно Таки На хорошем Ренже Пусть Это не Таргет Стан Но Промазать им На ранних Минутах Просто Невозможно При грамотном Так сказать Исполнении Ну а Плюс к тому же У него Карапез есть Который Не позволяет Ему Умирать И В ответочку Как-то Наносить Демож То есть На самом деле Никс Такой Очень хитрый Герой На лайне Герокоптер И Виседж Два героя Которые Обладают Самым Сильным Нюком На первом Уровне Самыми Сильными Скилами На первом Уровне Это Рокет Бараш И Соул Асамшн Которые Если вы Посчитаете Наносят Огромное Количество Урона По сравнению С Нюками Других Героев И Поэтому На месте Нави Я бы Не постеснялся Такую Трепло Отправлять В сложную Но в целом Там и фаник Будет хорошо Справляться Это Понятно Да То есть Ну там Не Все таки Дум Похоже На меду Будет Да Дум В меду Закупился Щитком Дум Он без щитка В принципе Вообще На меду Не боец Потому что У него Ноль армора Сами знаете То есть Какая основная Слабость Дума Слабость Дума В том Что у него Нет армора Там до Ну вплоть Там до Какого-то Супер большого Левела Там У него Единичка Появляется Там То ли на восьмом Или может быть Даже больше Уровня Да И Он очень легко Коцается Да То есть У него практически Нет сопротивления Физическому урону И Пак Который Ну казалось бы У него рука То есть Может быть Не такая сильная Как у Квапы Я там точно не знаю Но в принципе Он тоже заклевывает Дай боже И если Думу не купить щиток Против пака На цель Можно Можно просто Там После четвертой Там минуты Съесть все танго Выпить все банки И стоять под вышкой Смотреть на то Как пак добивает У тебя Крипов Дэнди Желает Удачи И приятной игры Своему сопернику На самом деле Никогда этого не понимаешь Потому что Какой смысл Желать удачи Твоему сопернику Ты что Не хочешь Выиграть что ли Не хочешь Зачем ты желаешь Удачи сопернику Ну это ладно Это все Такие Мелочи Скажем С точки зрения Психологии Может быть Ну Юниверсом Может тут Как-то сейчас Захотят подцепить Вот нави Очень дерзко Пробегает По Эншентом Соперникам И фаник Здесь уже Начинает Ну то есть Задача фаника Сейчас Несколько Отпулить Крипов Себе Под вышку Хотя он может попытаться Это конечно же Сделать Тут просто Вообще Вся команда Дигнитос На него врывается Посмотрите Сколько Ну хотя Все таки Он под вышку К себе Затащит Да Сейчас Очень важно По вот этой Лестничке Их провести Да Ага Так Ребят Все Состоят Здесь Все нормально Фаник Все Доводит Крипов Отличная работа Фаник Подводит Крипов К своей Вышке Вот так Вот Аккуратненько Потихонечку Помаленечку И получаем Свой левел Тычку дали Добили Тычку дали Добили Без щитка Конечно проблематично Потому что Танковать лицом Крипов Немножко сложно Но я думаю Что у Фаник Все будет хорошо Тут Гарпия Штормкрафтер У нас Будет пытаться Косы Слушайте А вообще больно Блин Нифига себе Слушайте Он сейчас может Тычку даст ФБ сделает Опа Не Уворачивается Дентик Не В итоге Пролетело Неприятно Подходит сюда Никс С моноберном Убивает Эту чертову Гарпию Так же Все таки Повезло Инче То что Именно этого Крипа Уэйт и секси Нашел в лесах Ну сейчас Конечно же Инча здесь Очень сильно Будет фармить Так Я быстренько Переметнусь На трансляцию Мне хочется Посмотреть Как там дела Ничего там Не лагает Вроде Ничего не лагает То я там Стоп старт Делаю всякие Чтобы лагов не было Мало ли Это не помогает Фуаник Какой уровень Второй Пока что Скоро получит Третью Морфа уже Третий левел Он Начинает закупаться Всякими Там Плюшками Так Дарксир Дарксир Терпит Нейтралов Думаю Можно где-то Там на лайне Навезал Пупей Находит Инвизу И идет На мид Но Что нужно Пупею Чтобы убить Пупею Нужен второй Левел Как минимум Потому что Собственно Бестана Особо тут Не повоюешь Дендик Что там Боттл Должен Скоро себе Прикупить Да Должен быть Боттл Сникинг Уже начинает Его обузить Ну Что там Залагало Что ли Ставит паузу Сто раз Передавал Боттл Курьера И обратно Какие-то Проблемы Возникли Там у ребят Так Что же Все-таки Произошло Похоже Что Какие-то Проблемы Здесь У Сникинга Насколько Я понимаю Потому что Ну по-другому Просто Нет смысла Ставить паузу Так 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 Тут что Что тут У дома Такого Интересного Крылья His Shift Key Is broken Sorry Пишут в эту сексе Вот я и говорю Что что-то там Произошло Ребят Из Дигни Что-то там У дома Хоть Говоришь У меня половина Клавиатуры Просто Напросто Сломана Ну В доте Собственно Много Кнопок Не надо Если играть На Кверте Раскладки Там Даже На Инвокера Там КВЕР Да И ФД То есть По сути Кнопок Не много Ну и Бинды Тут Какие-то Три Четыре Может быть Пять Штук Желать Потому что В любом Случай Шесть биндов Иметь Наверное Не придется Хоть один Какой-нибудь Простой Айтем Ты соберешь То есть Это В Старкрафте Там Может Много Кнопок Надо И то Я Ну Не знаю Столько Картины Гуляет Клавиатура Профессиональных Игроков Где Там Знаете Все Ненужные Кнопки Просто Напросто Вытащены Чтоб Они Не смущали Тебя Чтобы Не было Того Что Вот Я Промазал По кнопке И так Далее И скликнул Ну В общем Ладно Возвращается Дум У нас в игру И это Значит Что Продолжается Дота Друзья Дэнди Стоит На миду Против Сникинга У которого Там Были Какие-то Проблемы С шифтом Сейчас Уворачивается Дэнди От Шок Вывания Все-таки Не Уворачивается Ну И Нави Решили Что Смотрите Как Отпулили Нифига Раз Два Три Четыре Четыре Рэнджовых Крипа Просто Убивают Эту Вышку Здесь За Один Присест Нави Должны Просто Напросто Взять И Поломать Т1 На топе Расстреливают Нави Крипов Туда Хвост С этим делом Справляется Легко И добивает Здесь Катапульту Отлично Подходит Вечередная Пачка Крипов С Катапультой И Вышка Падает Ничего С этим Не могут Подделать Американцы Из Дигнитос Конечно Просто Ничего Фаник Уже На третьем Левеле Приходит В Леса И Просто Обворовывает Соперника По крипам Не добил Ну ладно Вот этого Можно Маленького Милишного Добить У него ХП Мало Фаник Блочит Спот С крипами Хотя бы Он так На самом деле Заблочился Там Катапульта Была Однако Однако Подвардом Все таки Фоджит Его приморозил Дуал Бресс И Ой-ой-ой Хороший Собственно Вейвформ И Фаник Убирают ФБ Делают Дигнитос На боте Довольный Морф Слушайте Я вообще Морфа люблю В плане Хороший Интересный Кэрри За ним Интересно Смотреть То есть Не то Что этот Герокоптер Который Там Ну я не знаю Хоть у него Четыре Активных Кнопки Он там Дает ульту Флагкэнон Врубил И давай Всех поливать Флагкэноном Да Ну Жестко То есть Да А морфом Надо грамотно Фокусить Морфом Надо там Перекачиваться На репликейт Партиться Там репликейты Создавать Всякие тоже Плюшки Юзать Ну короче У морфа На самом деле Кнопок побольше Чем у того же Самого Найкса То есть Сложнее играть Поэтому я и люблю Этого героя Жалко Что он Ну Не так хорошо На самом деле Бафнет Чтобы являться Тем керри Которого Надо действительно Пикать Я сколько игр С морфом Не пересмотрел Ну и в пабе Там иногда Знаете В Дота ТВ Там есть Игры на первой странице Там иногда Отцы Пуляют И я так смотрю Там опа Морфинг Надо глянуть Ну редко Когда он выигрывает То есть действительно В лейтовой игре Морфинг Мне кажется Слабее Герокоптер Слабее Наикса И так далее Хотя это Все зависит от Условий фарма Так Денди тут у нас Поставил пустую ульту В вакуум Денди любит Периодически Там Магнусом ультить В Пустоту Вот сейчас Паком тоже ульту Не смог нормально поставить Хотя кстати Убили бы они Сникинга Ну большой вопрос Убили бы они Его или нет Ну по крайней мере Напугать его До полусмерти Можно было Фаник дает Вижен на Инчу Который от четвертого Уровня Кстати говоря Фаник пятого левела То что он отдал ФБ Ничего там страшного Нету Смотрите Забирает Доблдем Что сворачивается Джинада Бах Тычка Тосс И Шедоу Волк Еще одна тычка От Фаника Жесть Никакие виспы Не помогают И кстати говоря Фаник Ю себе Поднял практически Шестой уровень Скоро у него будут Треки Поэтому размены В команде Нави Ну Надо Производить Чем чаще Тем лучше Он еще с даблдемеджем Пытается кого-то найти Ноль стиков у него Ищет Ищет Свищет Здесь Фаник Сзади со спины У Дэнди Пупей Второго уровня Ну Что касается Саппортов Команда Нави То По крайней мере У Пупея Дела не так Хорошо идут Как у Ну я не знаю Тут второй Саппорт Все таки Нича Наверное Надо считать Да Вот Нича Четвертого Левела А Никс У нас Второго Тхд Какого Тхд Вообще Шестого Левела То есть Похсп Пока что Саппорты Проседают Так Под вардом Фаник Тут Ну надо Надо Хотя бы Трек Скинуть Наверное До дома Побежит Маны Нету Абсолютно Нету Хотя тут Крипы Подошли Можно В принципе Постоять Потерпеть Жена Не успеет Откатиться Так бы Может добить Хотя Я так Добил Ну В общем Пока что Ничего не происходит У нас На карте Небольшие Размены Были Ну В том Плане Не даже Размены Такие Локальные Стычки На Бэтлейне Фаник Здесь у нас Основную Динамику Создавал Ну Вот тут На топе Хвост Восьмого Уровня Висыш С Фамильерами Ребята Просто В наглую Заходят За вышку Дамажат Сейчас Крипов И будут Кажется Ломать Т2 Самое Интересное Что В пике У Дигнита С такие герои Как Морфлинг И Люцифер Да То есть Дум Ультанули Тут с Дарксира Не знаю С какой целью Это сделал Хвост Но у него В принципе ПКД на ульте Не такой большой То есть С этими героями Просто-напросто Не повоюешь За вышки Вот как С ними За вышки Воевать Сникинг Он по идее Уйдет Хоть он И под треком Но У него Вот эта Проклятая Земля Прокаченная Позволяет Ему Крайне Быстро Бегать Вот Очередной Провальный Ганг От команды Нави На Миду Тем временем Морф Нафармил Себе ПТ И Колечко Да у него Есть Вейформ Дает Убивает Всех Клипов Получает Несколько Тычек От Фаника Ну на Топе Там Кстати Продолжается Драк Пытается Убить Дарксира Но Хотят Третьего Уровня Солосом Жесткий Нави Не боятся Им Действительно Надо Пушить Люцифер Он Из себя Вообще В данной Ситуации Мало Что Представляет Он Дум Скастит Какого Нибудь Пака И Будет Доволен Будь У Дигнит В спике Какая Нибудь Квапа Намного Страшнее Было Игрокам С Команды Нави Дум В Хвоста Но Хвост Выживает Рокет Соул Асамшн В Юниверс Аюз Тот Жмет Стики Кажется Должен Выжить Здесь В любом Случа Кроки Посадил Фамилию Еще Один Соул Асамшн Мансует Еще Один Фамилир Подлетает Здесь Подходит Урса Клапает В смысле Маленькая Урса От Инчи Втроем В одного Разменялись Подходит Дэнди Дает Сайланс В Фоджи Фамилиры Продолжают Дамажить ТХД У ТХД Нетуманная Дэнди Получает Стяжечку Летит Арба И Подходит Сюда Еще Несколько Тысяч Дает Дэнди Делает Фраг Ставит Ульту В Юниверс Там Раз Фамилира Посадили Еще разочек Еще разочек Фамилира Надо посадить Сайланс В Юниверс Ага Тут уже Инча Дает Свои Импетусы Но Дэнди Очень Грамотно Уворачивается Всякими Разными Шифтами И Кажется Выживет Да Там Клопает Медведь Этот Но Клопает В ладошки Но Пак уже Давным Давно На Фонтане Слушайте Вообще Интересно Нави Тут Размениваются Дэнди Конечно Вообще Железные У пацана Нервы Так Вот Заходить И Просто Против Двоих Размансовывать Еле Выжил Да Там Инча Еще Пришла Хороший Тоже Шифт Пак Сделал Чтобы Увернуться От Удара Инчи Там Добил Быстренько Дарксира И Улетел На арбу То есть По идее Этот Размен Можно Считать 3 в 3 То есть Убили Мидра Убили Дарксира Убили Тхд Героев Очень Большого Левела На Иллюзию Будут Байтить Да Типа Выходит Якобы Такой Дум И Типа Давайте Ребята Попробуйте Меня Зафокусить Но Нет Нет Навер Пока что Не Собираются Тут На Бот Они Перетягиваются Массово Фаник Тут Здесь Еще Никс Тут И Кстати Дэнди У которого По идее Есть Ульта Пытаются Убить Вейто Секси Ставят Ульту Пак И Просто Сайллс Полетела Арба Арба Попадает Вауи Но А Убить Невозможно В данной Ситуации Потому что Он С Перекачечкой И Так Сентрик Поставили Фаник Фаник Уворачивается Получает Войформу Убегает Совершенно В другую сторону Пытается Спастись Сейчас Спотрек Очень Интересно Он здесь Мансует Но Нет 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 Не Выживает Дэнди Продолжает Здесь Драку Подходит Хвост Дается Ультимейт Оооо Какой Ультимейт От хвоста Яуи Неужели Спасет Его Перекачка Кроки Соул Асамшн Через 2 секунды Нет Догорел Просто Парень Сниклинг В итоге Сделал Даблкил Своей Вот это Собственно Своим Вторым Скиллом И Поломает Вышку На Ботлейне Дигнитес Ну что ж Вот вроде бы Один фраг В минусе Можно На Репликейт О чем Не стал У него Репликейт Был просто Ой Микрофон Задел Дико Извиняюсь Репликейт Был вот здесь Можно было бы На репликейт Прыгнуть И быстрее Фармить Да Так ему Сейчас придется Пока что Перетягиваться Ну и Так далее И тому подобное Так Сниклингу Выживает Ману Ставят ульту Карапасики Салар Хорошо Дэй Ой Дэй Ничего творит Ну главное Сейчас здесь Спастись Тут в Вендетту Ушел Пупей Пак в итоге Умирает Там где-то От Инчи Он с даггером И с дабл дэмэджем Ну Пак Просто отсюда На даггере Оп Ушел Хитрец И все Пупей здесь Продолжает Бежать в Вендетте Форджеты должны Убить Вендетта Трек Тос Полетел Арбас Ола Самшин Дэнзи на Доминейсинге Слушайте Ну что творят Нави Вот я вам говорил То что Эти ребята Просто на пике Своей формы Сейчас находятся И то что Ну это Next Level Dota На самом деле То есть Очень хорошо Размениваются Очень хорошо Дерутся И Вроде бы Пока что Получается Немножечко Украинской команды Побеждать Мы же видим Что По фарму Дигнитес Впереди По XP Они тоже Были впереди Но Нави Устроили Несколько Хороших Замесов И Получилось То что Кое как Графики Потихоньку Начинают Вползать В зону Преимущества Команды Нави БКБ Нужно сделать Хвосту Для того Чтобы выживать Здесь Жестче Потому что Тут Вроде бы Нету Такого сильного Прокаста У Дигнитес Как есть у Нави Но все равно Куча неприятных Скиллов Там Морфинг В их форм Дает Всякие Ионшилы Коцают Импетусы Дуалбресс У Фоджи Да Станчик Ну Хотя Я сказал Тут Мало Дэмэджа Скиллов На самом деле Не так Что я и мало Сейчас перечислил Плюс добавьте сюда Дума Ох там На боте Убили Морфинга Даже Перекачка Не спасла Фамилеров Посадил Здесь Куроки И Пупей Видимо Дал Стан Дал Виндетту В общем Нави просто Очень грамотно Загангли Сейчас Морфа Морфа Просто Самого По себе Как бы Убить Крайне Тяжело Из-за Его Перекачка В Тимфайте Особенно То есть Его Фокусить Это Ну Может быть Не всегда Правильно Если Только Есть Какой-то Супер Там Жесткий Дэмэдж То есть Перекачка Работает В Стане Перекачка Работает В Разных Дизейблах Там Она Работает Даже В Хроносфере Воида Вот И Терсмоморф Из-за этого Делается Героем Который Очень Толстый Так Партится Сейчас Морфинг На мид Решили Размениваться Дигнесса Ну Понятное Дело То есть Они В любом Случа Бот За Дефить Не Смогут Попытаться Загрыз Топ Они Могут Попробовать Ох Я же Говорил Что Этот Шторм Спирит Перебивает Меня Сделал Наушник Немножечко Потише Доту У Попе Уже Есть Вендетта Откатилась В смысле Зарядилась Зарядилась Откатилась Вендетта Ходжет делает Телепорт На Бот Она Продолжает Давить На Бот Лейне У Дентика На Одиннадцатом Лавре Сейчас Ульта Очень Много Телепортов Но Здесь На самом деле Не надо Добивать Эту Вышку Оставить Ее Фамильер Подстанел Умерил Так сказать Пыл Дума Но Она Кстати Не Динается Да Еще Или Нет Должна Динается 10% От Хитпоинтов Вышки По идее Должна Динается Только Не Собирается Пока Что Этого Делать Дигнитос Сейчас Еще Немножечко Подамажим Хотя Они В итоге Отдали Не Совсем Я Понимаю Зачем Пупей Какой Стан Дает Тоза Полетели Фамильер Раз Фамильер Два Соло Самшин Сникен Теряет Половину Своих Хитпоинтов Здесь На горочке Стоит Хвост Хвоста Есть БКБ И второй Ультимейт Если бы Туда Полезли Дигнитос То Наверняка Получили Бо Весь Проказ Репликейт Понятное Хвост Бежит На топ Ну вот Видите Просто Спушили Две Вышки Нави Несмотря На то Что Дигнитос Все были Живые И казалось Бы Так Дэндик Что-то Здесь Что-то Здесь Кажется Встревает Получил Дум Но По идее Он должен Выжить Или Его Не Его Задинает Он должен Сейчас Просто Бежать Навстречу Гирокоптер Ты Че Ну Задинайте Вы Дэнди Ну Слушай Лол Живой 9 хп Осталось У пацана Ну Вот Я Не знаю Такое ощущение Что Хвост Да Выживешь Че ты Чувак Не побегу Я тебя Денай Зачем Выживешь Подумал Хвост Ну И кстати Говорят Действительно Получилось Так То Что Дэнди Выжил На 9 Хитах Фортануло Че Сказать Ну Мне кажется Что Даже Если бы он Умирал Его Все равно Хвост Денай В таком Какой Интересный Дум С Блингдаггером Когда Нибудь Видели Дума С Блингдаггером Триармора У пацана То есть Раз Только И Ворвешься Сразу Получишь Там Сверху Ульт Пака Сайленс Пака Станы И Гирокоптер Это Просто Расстреляет Благо У Гирокоптера Уже Тут 1600 Золота Очень Нагло Нави Сейчас Пытаются Убить Рошана На топе У них Ну В смысле На топе Да У Нави Пропушивают Линию Морфинг С линкой Вот В итоге Подмедалечкой Должны Рошка Забрить Забрить Тут Морф Подходит В центр Сейчас Очень Опасно Здесь Валил Крип Если Хвост Успеет Забрать Бакабе То все Получится Нормально Блинкается Сюда Сникинг Дает Станы Ой Стяжка Стенка Туда же Макропира Проблемы Проблемы У Нави Здесь Конечно Падает Дэнди Забирает Аегис Но Я кстати говоря Не видел Кто Убил Рошана Рошан Килл Байдаер Да все Понятно Нави Забрали Рошка Здесь Хвост Уже В БКБ Начинает Вливать Кучу Дэмеджа Своим Ультом Даже Смотрите Такой Хороший Закот Такой Классный Заход На Рошана От команды Дигнитас И все Кончается Тем Что Нави Теряют Просто Одного Виседжа Ну это Я не знаю Просто Как такое Может быть Такая стяжка Такая стенка Подошел Туда же Дум У него Станк По-моему Был Да У него Станк Кентолский То есть Он сразу же Там все Застанет Макропира Там была Смотрю Просто читаю Фраги Ну и конечно же После такой Невероятной Отдачи На Рошане Дигнитас Не могут Никак защитить Свою вышку В центре Надо съедать Крепа Хорошо Съели Крепа Ну Фанника Барабаны 800 золота Да Давайте посмотрим На закуп Во-первых На графике Экспа И золото В зоне Преимущества Нави Что касается Закупа То Кстати Тут смотрите По-моему Бх Встревает Вместе С Дэнди Ооо Василий Петрович Что что Такое Происходит Зачем Там они Ну они Винчу Убили Да Ну Конечно Отдались вдвоем Это плохо Выграют Выграют Какое-то Время Сейчас Для Гирокоптера Который Уже Себе Что-то Там Прикупил Может Яша У него Есть Какая Я не Знаю Доминатор Все Я что-то Не заметил Доминатор У него В инвентаре Вроде бы На предыдущей Минуте У него Этого Доминатора Не было Репликейт Такой У морфинга Просто Вбегает На вышку Так А по заку Пытаем Начал смотреть В итоге Так и не досмотрел Какой-то Огрклап У дома Наверное Что-то Типа БКБ Будет Ну а Морфу Ну что Морфу По стандарту Яшу Манту Затем Затем Баттерфляй То есть Ни о каких Шотганах Мне кажется Сейчас Речи идти не может Потому что Шотган делают Когда убивают За Прокаст То есть Тральчик Потом Адептистрайк И Вейфор Все Убили Убежали А тут такие герои Ну вот Паку можно было бы Например Сейчас за Этериал Убить Но у него уже Будет там Намного больше ХП Виседжа Вообще Забей Убивать У него Четвертая Пассивка Вкачана У него Плюс Гребаных 20 армора Его там Ну то есть Ему первый Импетус Не страшен Ему какой-то Нюк Типа Левел Деса При условии Даже дополнительного Демеджа При кратности Уровня Виседжа Тоже не страшно Потому что Магическое сопротивление Просто дикое Морф ушел На репликейт Смотрю что Его там Гангать Идут Но он покупает Госсептер Тем не менее Хитрый Ауи Хитрый Ауи Покупает Госсептер Так Я не понимаю Что мне летает По квари Тири Это то ли Тополийный пух То ли комар Какой-то Не знаю Как он сюда попал Но не так это важно Минутка Прохладного Прохладных историй Прошла И мы смотрим Как Динитас Выходит в смоуке На топ Чем это может Закончиться Закончиться Это может Большим провалом Потому что Дэнди сейчас Находится В совершенно Другой части Карты И драться Без Дэнди Нави не могут Себе позволить Потому что Дэнди Очень немало Дэмэджа Вливает в драки И плюс еще Блин Какой же он большой Нифига себе У него харя У этого пака На новой иконке Ну жесть Жесть Ну что это такое Все был такой И Какая хорошая иконка У пацана Тут начинается Драк Стяжечка Стеночка Хвост Под думом Но Он в принципе Раздает дэмэджа Очень немало Здесь И Кстати говоря Наливает Наливает Стоит под макропирой Из доминатора Откиливается Жмет Нет Стики Он не мог прожать Он был под думом В итоге Разменяли Хвоста Ух ты Только Адаптив страйк В куроке Прилетел Сникин подблинкивается Замедляет Сейчас в куроке Соперника Слушайте Ипак Такой Врывается Опа Убил Дума Получает Вэйформ Пупей Здесь Дает Выжигает Ману Так Линка Сработала Ну неужели Фаникс Сможет убить В эту сексе И тычечку Ай Адаптив страйк Развернулся В эту сексе Скинул Ну да Урна по идее Должна убить Да Урна хотя бы убила Ну 4 В 3 В итоге Разменяли С нами Причем Потеряли гирокоптер Что не есть Хорошо 15 уровень У Марфа У Дума 13 У Пака 15 Ну опять Глубоко залезли Что называется То есть нами Ну позволяет Порой себе Лишнего Не стоит Не стоит Так недооценивать Команду соперника Следующий айтем Для хвоста Интересно Что же это будет Не Дум Кстати Против гирокоптера Хороший герой Потому что Ну хотя тут КД увеличили На флагкеноне Да Сколько действует Дум Дум действует 15 секунд То есть по идее Если хвост До того Как он получает Дум Успевает Скастовать Флагкенон То Дум на гирокоптере Это Ну забей Если до того Как он успевает Скастовать Флагкенон То конечно Это будет решать Потому что Он не сможет Там раскастоваться Сильно 15 секунд Будет стоять Смотреть Так скидывает БК трек Поставили вард Но Он слишком быстро бегает Причем Трек здесь На ТХД Ну Надо сейчас Видеть все это Безобразие Ауи просто Жестко Профармирую Сейчас линию Там Репликейт Третьего уровня Он очень долго Длится Не знаю Будет ли он сейчас Прыгать на репликейт Семь Уже Шесть Пять Четыре Три Два Один Репликейт Падает Морфа Нету Морф решил фармить Соответственно Надо отступать Команде Дигнет То есть Они там Побегали Лицом Поторговали И вот Массовые Тепауты Что это такое У меня С думом Случилось Кликнул куда-то Видимо не туда Счет Семнадцать Восемнадцать Преимущество У нави Ну можно сказать Что даже нет Пак забирает Дабл дэмэдж Ему совсем Чуть-чуть Осталось Фармить До хекс Ну вот видите Хекс Хекс Ну тут ауи Он Жесткий Он с перекачкой У него линка У него сейчас Будет Этериал Очень скоро Через Четыреста Монеток Бкб У Люцифера Здесь Дарксир Форстаф Мека Тхд Урна Арканы И Нича Которые Готовят Аганим Бх Делает Бкб Никс Арканы Аганим Урна Курроки Делает Аганим В смысле Пупей Что там Арканы Что там Сказал Арканы Аганим Урна Арканы Мека Урна Конечно же Даже уже не помню Оговорился я или нет Но ребят Делайте скидку на то Что матч у нас идет В 2 часа ночи Хотя я и Кофейку тут выпил Вроде бы как бодрячком Но Могу Немножечко оговариваться Так Рошан Тем временем Должен Появляться В скором Времени Через 2 минуты Где-то Что у нас Хвост Делает МКБ МКБ Штука полезная Будет решать Будет решать Этериал У Марфа Уже есть Вот Хвост Так очень нагло Заходит дальше Троллит Соперник Приморозочкой Не попадает Нашан Через 30 секунд Ну и Как бы Что с этим Поделать То есть По идее Заходить Просто в тупую Нарошана Нави Должно быть страшно Потому что Опять там Стенка Стяжка И По моему Тут уже не получится Сыграть Как в прошлый раз Потому что Морф уже Намного жирнее И с Этериалом Да и Дум тоже С БКБ В общем-то Опасная ситуация Вырисовывается Пак доделал Хекс Дум заходит В Сержа Слушайте Прыгает И Денди Денди Неужели Сможет Ой Хекс Дал Каков Царь Сайл Тоже Скинул И уходит Сейчас Да БКБ Прожимает Здесь Ооо Хвост Зашел Хвост Куда Ты Хвост Лол Один Против Пятерых Пошел Драться Зачем Или я что-то Не увидел Фаника Подцепили Со станом Поставили Вард Все Фаник съезжает Сразу же Здесь Врывается Денди Дает Сало По пятерым В итоге Отступили Отсюда Игроки Команды Дигнедзис Ну кстати Хотя кстати Как стоп Отступили Никуда Ничего не отступили Они будут отступать Но Ауи продолжает Наливать Кучу дэмэджа У нее есть Это раун Сейчас перекачивается Понемножечку Денди помогает Ну что творит Денди Денди просто Один вытаскивает Эту гребаную драку Давая Сало в пятерых Это жуть какая-то Ну куроки конечно Тоже Соул Асамшена Раскидывают В итоге Разменялись Три в три Пытаются сейчас Убить репликей Сзади там Нахлобучивает Ауи Так Денди Ну-ка Сайланс Линку сбили Так Арба Медальку На Репликей Ты ушел Хитрый морф Хитрый морф Хитрый морф С перекачкой У него Двое с половиной тысячи ХП Это он еще не в Зюзю Перекачался Друзья У него еще 53 агилы Целых Ну жирный Вообще с ума сойти Ну сейчас как раз таки Можно было бы Убить Рошу Пока А Дарктир На стенку Дарктир кстати Стенку не ставил Ну не знаю Хвосту по-моему Нельзя так поступать Вообще больше Просто-напросто нельзя Может его как-то Поцепили Ну не знаю По-моему Когда ты оказываешься Один против пятерых Вот Неважно Заслуга ли это Соперника Или Это твой Ну как бы То есть Наоборот То есть как бы Тут соперник не подтягивал Тут сейчас у нас входит Сникинг Он без дума Стяжечка Стеночка Дарксира Хвост БКБ Начинает раздавать дэмэдж Приморозка Не самая плохая От Фоджида Кройк раздает Соул Асамшн И Пак ставит Свой ультимейт Но тут все очень На самом деле грустно Пупей спасается бегством Пак в итоге убивает ДХД Морф делает Даблкил Возвращается обратно На Рошана И кстати говоря И Пака смотрите Изобрели Ну что это Минус Рошан По идее Да Ну да Сейчас Аегис Заберет какой-нибудь Жесткий Морф И с ним Будет очень тяжело Драться У него Адептив страйк Дэшится 10 секунд И Хлестает он По щекам Уже будь здоров 117 Там плюс 95 Агила Домножаем Там Да Ох Ох Этериал Так Да по моему Пупей тут тоже не выживет Стан дает Сникен Вообще жесткий Этот Дум оказался Так Такой именно Знаете Подплинкивается Станет И На 2 секунды Главное Станет Или на сколько На 3 секунды Станет Дум Какая Хитрая Печенька Сбивают Линку Ну а Ее убить Невозможно Он просто Портится на Репликейт И идут Пушить Бот Это Называется Ничто не Предвещало Беды Да Когда Соперник Берет Дума Когда Соперник Берет Морфа И Просто На 32 Минуте Выигрывает Тебя По Вышкам Что Тут Еще Добавить Немножечко Не получилось Здесь У Нави Я бы Даже Сказал Что У Хвоста Порой Но Он Слишком Ну вот Вспомните Вот Что Вот Это За Драка Вот Здесь Что Вот Это Вот Хвост Пришел Сюда Один Ну Я Опять Таки То Что Хвост Один Против Пятерых Дрался Я Не знаю Может Его Как-то Подцепили Но В любом Так Ошибаться Да И Несколько Очень Дурацких Драк Сделали Нави И Поэтому Они Сейчас В такой Ситуации Которые Они Проигрывают По И Золото Но Не все Еще Потеряно Конечно Хотя Денди Сейчас Умрет Стан Дает Пупей Но Сникен Крубает БКБ Дает Меку Пупей Пытается Денди Спастись Дум Дум Его Не отпустят Дум Просто Большущий И Пам 75 секунд Подцепили Куроки Хвост Начинает Тут Какой-то Дамаг Уливать Подблинкивается Ой Лол Сникет Подблинкивается Он Очень Быстрый Дает Стан В хвостах Хвост Возможно Сейчас Развернется Разворачивается Под БКБ Дает Свой Ультимейт Тут Входят Все Ультимейт Хвоста Попадает И Хвост По идее Может Здесь Зажечь Но Стеночка Стяжечка Даблкил Конечно Что же делает Хвостецкий Байбэк От Пака И кажется Начинает Убивать В этой сексе Да Минус В этой сексе Никс доволен Но Все равно Ауи живой Ну-ка На На Творс Переключимся Я что-то Чатик читаю И что-то Не вижу Там Комментариев Типа Фарсешка Переключи На На Творс Ничего Не видно Но Я Закомментировался И не Замесил То Что Уже Как Никак Тридцать Пятая минута Так Пак Графики Хоть как-то Развернулись Нет Да Не особо МКБшку Гирокоптера В принципе Есть Но Этого Мало Сдается Мне Не обойдется Тут без Рапиры Очень Круто Нафармил Морф Плюсую Яро Плюсую Я говорил То что Морфы Не вытягивают Игру Но На самом Деле Это зависит От условий Фарма Я Оговаривался То есть При прочих Равных Условиях Морфы Конечно Не очень Сильные Но Посмотрите Просто Уауи Сейчас На 4000 Золота Больше Плюс Аегис Он Мало Кого Боится Взюзю Перекаченный Три силы У него Своей 1200 ХП Репликейт Где-то Шастает Вот Репликейт Дарксира Ауи Держит Чуть Сзади Чтобы Если На него Нападут Он Смог Спастись Манта Этериал Линка Называется Попробуй Меня Убей Плюс Перекачка И Не знаю Чуть Линда Трех Три Жизни Наверное У него Тут Меду Какая-то Пуш Намечается У Дигнитас Что с Байбеками Нужен Байбек Хвосту Байбек Хвосту Байбек Хвосту 400 Золота На самом деле Вообще Капелька Конечно Монет Но Все-таки Очень важно Сейчас Байбек Получить И Тут Волка С собой Взял Чтобы Больше Дамага Наливать Безауру Несколько Ну да На 30 Дамага Другая Цифра Но Близкая Да Там Где-то 30 35 Дамага У морфа 33 брони Это называется Морф Просто Перекаченный В Агилу Да То есть Сюда Его тяжело Убить У него 66% Защита От физического Урона Фоджи тут Бегает По нижней руне Что там с байбеком Нафармил свой байбек Ну Ход свой байбек нафармил Но Других игроков команды Нави Байбеков нет Тут Ни смока Ничего подобного Не делают Нави Они просто перемещаются На топ В надежде возможно Убить как-то Юниверса Но как его убьешь У него гост У него форста Все Жуткое дело Поймали здесь Куроки Просто Навешают ему Тут сейчас Аплиух Он даже Соло самшинский Не успел Но я не знаю Фанику надо отсюда Конечно же Спасаться Висыш Ресается у нас 45 секунд Линии Принц 5 Пушены И Нави Потихонечку терпят Пак 20 уровня Дум 18 Ну Дэнди Да Дэнди Конечно 10-4 И Большой левел Много фарма Посмотрим Вот эту табличку Будут убивать Морфа Но Не стоит забывать То что Морфа Есть линка И Собственно У него еще есть Манта Вот тут на топе Сейчас нету Репликейта По идее А Вот стоп Морф уже здесь Он на репликейт Портнулся Я что-то его не заметил Сразу Начать Глядел Потеряли Последнюю Внешнюю вышку Нави Так Спидморфа При полной Перекачке 413 39 Сотых Секунды Требуется Морфингу Чтобы нанести Одну атаку Соответственно В секунду Это Две с половиной Тычки Примерно Да Ну Жестко Жестко Больно Неприятно Я бы даже сказал Крайне неприятно Гемы Тут Уже Покупают Нави Что будут дожидаться Наверное Дегнитос Появление Очередного Рошана Благо Инициатива У них на карте Есть И поэтому Рошана Этого Забирать Они смогут Да Я просто Как представлю себе Как Морф Вгрызаться Будет В какого Нибудь героя Со своей Тычкой В три сотни И Дикой скоростью Атаки Нави Решили Зайти В смолки Жаль Только По варду И вот Еще По одному Варду Да Оп Оп Все По варду Пробежались Дигнитос Сразу же Перегруппироваться Кирас Если он Киракам 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 Команды Нави Иллюзия Начинает Поливать Ребят Ой как Неплохо Здесь дерутся Нави Но Морф Уже Начинает Раздавать Очень много Дэмэджа Хвост В итоге Сникинг Просто Прожимает Сыр И выживает Пытается Хвоста Спастись Единственное Что ему Поможет Это Птпаут Но Что-то Мне Подсказывает То Что Паута Здесь Не будет Да Умирает Хвост Сыр Сыр Очень многое Решил Если бы Хотя бы Сникинга Забрали Можно Было Посчитаться С этой Дракой Падает Вышечка В меду У Нави Падает И Довольно Таки Неприятно На это Смотреть Наверное Фанатам Украинской Команды Проказ Получает Фаник Подблинкнутся Просто Дум И Своей Землей Проклятый Просто Сжег Фаника В Этериале Пытается Разворачиваться Нави И вот тут Сейчас у Сникинга Половина лица Вроде бы Как нету Но Морф раздает Кучу Демеж У Морфа Есть Айгис Не забываем Об этом Дерутся Нави Сейчас Без своего Майнкерри Посмотрите Просто Как дерутся Дальше Вбегают Но это Очень опасно Делать Отблинкивается Отсюда Дум Репликейт Делает Ауи С Инчи И Куда-то Он уходит Куда-то Он уходит Непонятно Куда Так Что у нас С байбэками Байбэка Нету У Гирокоптера Идет По топу Ауи Ну в принципе Ауи Тут что я могу Сказать Шесть слотов То есть Фляй сделать И все Ну только Фляй Он наверное Не будет делать Потому что Там МКБ Уже есть Может быть Я даже не знаю Что он сделает Тараску Там какую-нибудь Или Криты У него Скорость атаки Бешеная Ему криты Вообще Зашибись У него рука Сильная И Просто шлеп 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 Четыре удара Там Один Два крита Даши Уже Неприятно В смоке Нави Идут Во вражеский лес Но с другой стороны Их Соперник Просто продвигается По центру Проказ Дает Ауи В Баунти Хантера Тут даже Не успел Просто камеру Переместить Затем Затем Какао Я просто Шлепнул Затем Сейчас Пупей Повесили урну Хекс Солосом Все В него Рывается Фамильяр Один Фамильяр Подстанел Второй Фамильяр И третий И хорошо И Ауи И терпит Но Ауи Врубает Наверное Какой-нибудь Айегис Есть Слово Как его убивать Его просто не убить Уже в таверне Находит сейчас хвост Убили Ну вот Айегис Просто-напросто Сбрили И Дэнди Здесь подставился Умирает Сейчас хвост ГГ И База Нави Просто падает Ну что тут еще Можно добавить Нави Да Выеживались Вот зачем Вот эти драки Были Вот здесь Помните В самом начале Хвост там Со своими То есть Пак где-то далеко Там Висаж Хвост И просто идут И драться Драться Биться Блються Для чего Зачем Почему Делали Казалось бы Так хорошо Начали И вот просто По глупости На мой взгляд Проигрывают карту Ну Нави Из-за своих Исключительно Из-за своих ошибок Проиграли здесь Ну что Нас ждет еще Одна карта Как минимум А я пока что Посмотрю Как у нас Сыграли Мауза С Альянсом Хорошая игра Действительно Получилась Действительно Хорошая игра Но Кстати говоря Куда-то Чатик С Гудгейма Подевался Как там играет Альянс С Маузом Не знаю Сейчас посмотрим Потому что Ну мне кажется Что первую карту Должны были Алики Выиграть Сейчас посмотрим На Джоин Доте Слушайте Нет Мауза Выиграли первую карту Лол Что-то Горим Господа Горим С предсказаниями Не получается У Шведской команды Первую карту Выиграть Не знаю Даже Казалось бы Так вообще Отлично играли То есть У них Там В миду Лода Стоял С ЕГМ То есть Против Пака Вдвоем Они играли Там Луна И Этот самый Лич Просто Вообще По красоте Там Закидывали его нюками Не давали фармить Как так вышло Наверное Блэк там всех Перефармил Мне просто Сложно сказать Это потому что Там Карта А вот Появилась карта Да Обновить надо было Просто 45 минут Посмотрите Играли Да В итоге Магнус Что-то тут По печали В принципе У Луны Было кое-что У Адмирал Бульдога Тоже кое-что Было Но вот АМ Да АМ Просто всех Перефармил 6 слотов АМ Ну и у Пака Тут тоже Шива Хекс Офигеть Офигеть Просто лол 12-1 Антимаг Жуть Луна Не справилась Ну вот Сейчас тут Идет Следующая Карта Давайте Посмотрим Хотя бы На пик Уж больно Мне интересно У Маус Значит у нас Пики АМ АМ Бэтрайдер Бэйн Бистмастер И Лина У Альянс Найкс ДК Дизраптор Фурион И Котл Типа Терпеть Терпеть Потеть Ну у Маус Посмотрите У них Бэйн Дизейблет В БКБ Бэтрайдер Дизейблет В БКБ Бистмастер Дизейблет В БКБ Ну Фиг кого знает Че они тут смогут Подерутся Или не подерутся Моуза Выиграли Просто читаю Раньше Чатики То что пишут Скади на ренджах Вообще то не Орб эффект Читайте описание Ну давайте Я наверное Отсюда сейчас Выйду Пытается Адмирал Бульдога Наверное Сейчас как то Убить Пока смутно Получается Ладно Выходим Ждем Вторую карту Нави А пока Заходим Во вкладочку Learn И тут есть Items Но тут Есть много На самом деле Фишек Там с Арбами Которые Стакаются Которые Не стакаются Я вот Не особо Сильно В этом шаре Но вот Говорят То что Скади На ренджовых Героях Это не Орб эффект Очень странно Это слышать Ник Атак Модифайер Дазна Стак With other Unique Атак Модифайер Он Рендж Да На ренджовых Героях В глаз Скади Может комбинироваться С лайфстилом С лайфстилом Просто Да С модификаторами Атаками Модификаторами Атаки Типа Лайфстил Ну Что То есть Скади Сатаник Круто Круто Называется Попробуй Убей Кто-то Даже Скидывает На Дота 2 Вики Ссылочку А про Сатаник Что пишет Не Ничего не пишет Интересно Он про Сатаник Скади Может Считаться Только С Вампиризмом Вот Как Только С Вампиризмом Вот Это Кстати Интересный Факт Что Называется Век Живи Век Учись Что У нас Будет На Второй Карте Давайте Посмотрим Есть Там Вторая Карта Как же Они Долго Между Картами Вот Эти Перерывы Это Вообще Просто Такая Жуть Хочу Ли я Спать Спрашивают Меня Да Я Нисколько Хочу Спать Просто Нет На самом деле Спать Я Вообще Не хочу Потому Что Режим У меня Сбит Просто В самые Не знаю Даже Какие Рамки То Я могу Спокойно Сейчас Комментировать До Ну нечего Делать Да Как то Музычку Включить Там Запись Потом На ютуб Не зальешь Потом Что нибудь Не знаю В чатике Почитать Можно Конечно Но Не будешь 20 минут Сидеть В чате Читать Это Просто Ланы И Поэтому Тут То есть Ребята Доиграли Вышли Покурили Там Водички Попили Пообсуждали Подумали Создали Лобби Один Зашел Ой Ребята Мне надо Позвонить Отошел Потом Другой Зашел И так далее И так далее Шишли Никогда Не видел Как это Делается Вот Ну Тут Только Финалы К этому Будут Строго Так сказать Относиться Потому что В финалах Ну Всегда Стараются Как то Да Там Администрация Следить Чтобы матчи Начинались Вовремя Да Нави Проиграли Первую карту По большой Глупости Покажи Пока что Как играет Альянс Ну Хорошо Давайте Заглянем Обратно На матч Команды Альянс И Маус Пока что Муза Лидирует Со счетом 1-0 Нетворс Переключусь Быстро Формит АМ Не менее Быстро Формит Лода Но Вот Видите ли Какая Беда У команды Альянс На мой взгляд Очень хороший Герой Сейчас пытается Убить С4 Но С4 Справился Смог Отойти Котл Если что Здесь Будет Задувать Альянс И я тут просто пока что Комментарии читаю Столько много комментариев К новости про Рокскиз О, С4 решили зафокусить Увезли пацана Увезли Гранатки, стан он скидывает Жмет стики, пытается жить Но нет, С4 нет и еще раз нет Синдеран затерпел 75 хп у него осталось Скоттл ему там, вздул пол лица По вышкам-то, кстати, что у нас? Там альянс идут на топе пушить Вроде бы с котлом не должны Шведы быстро отдавать вышки Так, фата И генчик подобрал Ну вот на топе спушили вышку Молодцы Правда Немцы тоже могут что-нибудь подобное Придумать Например, на бот-лейне Но опять-таки котл, который постоянно бегает Задувает, не позволяет так быстро спушить Ну что там, вторая карта у Na'Vi началась Во, началась Все, выходим отсюда и отправляемся на игру Na'Vi Там уже, так сказать, вовсю идет пик Такс Ну и что мы тут видим? Тут мы видим бан Виспа от Na'Vi Бан Чена И, кстати говоря, первую пику Дигнитас Поэтому Не знаю, придется, похоже, перебанить Бэтрайдера Да, нельзя бы отдавать Бэтрайдера Соответственно, выйти секси Берет опять Дарксира, который так сильно мешал По-моему, тут нужен Рубик, ребят Я не знаю Виспыш на предыдущей карте не очень хорошо справился Вот Рубик был бы очень кстати на предыдущей карте Опять-таки, стенки воровать всякие Ну, то есть Виспыш он хорош в агрессивной доте Виспыш он с Оула Самшином Там вообще так сильно накаляет ситуацию на карте Что надо его использовать, да, так сказать Куй железо, пока оно горячо А потом уже, когда там у Дума 2500 хп Морфлинг 3000 хп при полной перекачке в силу Или там 1200 хп, 33 единицы Армора, линка, там Скади и еще черт побери Хрен пойми что Сколько айтемов у него было, да То есть Ну, что его с Оула Самшином там заплевывать Нет, конечно, никакого смысла Вот А вот Рубик бы пришелся бы очень кстати То есть Дум воровать там, я не знаю Стенку воровать Там много чего можно было Так сказать Взять у соперника И таким образом перевернуть исход битвы Та же самая Приморозочка у ТХД Очень бы неплохо там заходила против всяких саппортов Ну вот как раз таки Пупей решил пикнуть гирокоптера Пикнуть еще Рубика для Куроки Но на этот раз хвосту конечно же следует немножечко поаккуратней справляться Интересный бан Морфинга мы видим От Пупея все-таки произвел на него впечатление этот герой Хотя, кстати говоря, на меня тоже Можно сказать, произвел впечатление Морф на предыдущей карте Вот я действительно не ожидал То, что сможет этот герой показать вот такие хорошие результаты Ну, очень быстро фармил Плюс Нави отдавались Это, на мой взгляд, поражение В большей степени из-за ошибок украинской команды В курсе, что Блудстоуном можно совершать убийство Да, в курсе Вот тут народ в часике Кто-то говорит, что не в курсе Ну, чинжелок просто Повнимательнее надо читать, друзья Хотя, кому я это говорю Я сам никогда чинжелоги не читаю Ну, да, я знаю то, что Блудстоуном можно засуицидиться Да, и там, по-моему, вылечиваешь тиммейтов в АОЕ Если таким образом поступаешь Ну, это как бы нормальная, нормальная штука Сейчас я могу посмотреть на В чинжелоге, так сказать Что же там При активации этого Блудстоуна происходит Но там, по-моему, просто выхиливаешь Тиммейтов в каком-то АОЕ Так, куча рекламы, блин, на этом сайте, как всегда Так, Блудстоун Блудсикер Блудрейдж Блудбас Блудстоун Количество начальных зарядов увеличено с 6 до 8 Может быть активировано для мгновенного суицида За суицидом последует АОЕ лечение Кулдаун 300 секунд Для предотвращения случайного использования Необходимо будет нацелить на землю Вот что касается Блудстоуна Раз в 5 минут можно почувствовать себя минером Что может быть лучше? Ну, просто вот так вот Минером-минером просто взрывает всех в округе Этот парень просто Ну, в смысле с Блудстоуном Парень просто сам себя сможет задинаить Ну, это как бы очень прикольно юзать Смотря какой там АОЕ хил Вот я почитал в чинжлоге Там, наверное, в зависимости от зарядов, да Которые были в Блудстоуне Вот я просто настолько редко это тайтам вижу Там в Кэптэнзмоде или в паблике Что очень редко обращаю внимание на такие детали Да, хотя казалось бы не мелочи Вот, поэтому это очень круто Знаете, там, например, там Шторм, да Там собрал Блудстоун То есть чувствует парень, что уже реально не выживает Что уже прям вот все там пригорел Да, просто там подъехал Блудстоун зажал там со 100 хитпайн Со 100 хитами точнее, да Задинаился всех своих тиммейтов в АОЕ вылечил Ребята разворачиваются, убивают Там ты делаешь байбэк, прилетаешь Что-нибудь в этом духе А просто так динаются Не, ну тоже, конечно, можно Почему бы и нет Просто брать и динаются Но в тимфайте было бы это поинтереснее Так, берут для фаника сейчас Просто кастрюльку, да, клокверка Который будет стоять на хардлейне, наверное Ну что у нас? Минус Дум, минус Морфлинг Два героя, которые Пупею доставили огромные проблемы на предыдущей карте Кого же сейчас будут забирать Дигнитас? В Бладстоуне написана формула Количество хилы во время в таверне зависит от зарядов Количество хилы и время в таверне зависит от зарядов Понятно На Бладстоуне написана формула Ну я сейчас почитаю На Бладстоуне написана формула Никогда такого не видел, честно говоря Сколько же можно пикать гирокоптера? Гирокоптера можно пикать сколько угодно Пока ты не выигрываешь в доту Гирокоптер в доту выигрывает Поэтому его и пикать Честно говоря, я сам устал его немножко Смотреть Но Черт возьми Все-таки Ох ты ж, е-мое, Enigma Отвернулся я посмотреть на часик Сейчас слышу в наушниках что-то про Enigma Разворачиваюсь А там у нас AnyPiki команды Na'Vi Годнота Годнота Чем удивят Dignitas? Dignitas, наверное, сейчас Удивят нас каким-нибудь хорошим мидером Или саппортом Что-нибудь, чтобы контрить Enigma Что же у нас контрит Enigma, друзья? Enigma контрит A Лич B Винга Берут тринта Ну хорошо, пусть тринт Видимо собирается как-то Агрессивно играть в начале Dignitas Ну, может быть наоборот То есть тринт Он вешает Living Armor на кого-то Да, и этого кого-то На кого повесили Living Armor Просто не пробить Сейчас Пупей вынужден запанить Хорошего какого-нибудь мидера Да, потому что Я вот даже, честно говоря, не знаю кого Потому что тринт Он, в принципе, может позволить на миду стоять абсолютно любому герою Даже тому же самому SF Ну, вот минус Пугна Теперь что-то боится Пугну Не знаю, я просто группы не смотрел Может ему там Пугна, там проблем доставила Но вообще, конечно Непонятно Что будет пикать в этой сексе Не, ну тринт это имба Можно на мид даже Не знаю, бомжа Евдоху поставить Играющего на SF Там тринт Living Armor скинет Ты вообще никак не убьешь этого SF Вот я просто Сколько пабликов уже сыграл Там, не знаю Подходит на мид гангать SF Два саппорта, да Вешивает на SF Living Armor Там Бэйн его в Слип кидает Никс потом станет Ты кидаешь Sunstrike, Cold Snap А ему просто пофиг Он тупо выживает на 9 хитах Там убегает Ну, минус Ancient Operation От Way2Sexy Интересно, кого же они в таком случае Намерены забрать Вот я сказал тут что-то про SF На самом деле Я не удивлюсь, если Дигнита С этого SF возьмут Но SF-ы берут На Ви Ааа SF-ы берут На Ви И неужели это SF by Dendy Неужели это просто Легендарный Матч Мы сейчас будем с вами наблюдать Непонятно-непонятно Решили Забрать SF-ы сами На Ви Но мне кажется вот, если бы его не пикнули На Ви Его вполне могли бы взять Дигнита Вот серьезно вот этот тринт четвертым пиком, он так настораживает. Прям вот я не знаю. Сейчас возьмут пуджа, блин, нафиг. Дигнитос. Ну, естественно, они не будут. Но они могут позволить себе какой-нибудь агрессивный... Ну, вот квопа, да, вот это называется. Попробуй. Ну, поборись. Пойди поборись с этой квопой под Левенгармором. Ничего ты ей не сделаешь. Квопа это сверхагрессивный мидр, который будет постоянно там закидывать тебя кинжалами. там... Проблемы будут у Дэнди, короче, на мой взгляд, на миду, потому что Сникинг хороший мидр и, в принципе, квопа очень достойный герой. И плюс к тому же у него будет поддержка от Way2Sexy. Вот. Ну, осталось только узнать, как расставить линию команда Na'Vi. Я пока что посмотрю эту доту на автоматической камере. И переключу тут LastHit. Тут что тут? Пока ничего не буду переключать. Почитаю чатики. Дизейблеры контрят Enigma. Тут как бы Enigma контрить... Ну, по факту, кроме как деревом, нечем. То есть, БКБ и никакой стан ей ничего не собьет. Микробаши нету. То есть, например, ульт Лича, он... Первый удар Чайника, он обладает микростаном, им можно телепорты сбивать и всякие прерываемые способности БКБ. Там... Венга там свапать может. Да, то есть... Ну, не знаю, друзья, не знаю, что будут делать с этой Enigma. Na'Vi, вот, Пупей будет играть на этом герое, фармить в лесах. Он все-таки в лесах очень частенько стоит. Вот. Ну, и пока мы видим, как разбредается по лайнам игроки команд Dignitas и Na'Vi. Приплой на топе стоять нет никакого смысла. Так, переключаемся на фрикамеру. Хвост забирает дабл дэмэдж. Тут крипов уже, смотрите. Ну, Денди очень качественно проблочил. Плюс тут и Долонов создали, да. И... Оп! Добивает Денди. Хорош первый крип есть. Ать-ать-ать-ать-ать-ать-ать! Оп! И еще одного добиваем. И оп! Динаем! Нифига себе! Вот это... Вот это Денди! Просто пришел и с эфом тупо слайна трех крипов добил. Вот это я называю Денди. Ну, и... Сейчас... На вот он смог все-таки Сникинг задинаить. Будет, наверное, ему Пупей и помогать каким-то образом. Если Нави выиграют, будет ли третья карта? Конечно же, будет. Это четвертьфинал. Тут играется БО-3. Так, ну вот уже Денди начинает получать тут по лицу. Ну, очень-очень он сильно разменялся. Ну, тут как бы... Ну, смысл в этом. То есть, Квапан сейчас просто получает Ливинг Армор и ей не надо ни танка жрать, ни фласку пить. А вот Денди фласку свою выпивает. Набивает там Кайлами крипов. Слегка подтанковывает вышку Квапану. Она... Ей вообще не страшно. Она там ныряет, там... Если что, там несколько тычек получить не боится. Я даже не удивлюсь, если Сникинг сделает ФБ на миду. Вообще не удивлюсь ни разу, ребят. Денди, конечно, крут, но... Обстоятельства есть обстоятельства. И СФом порой тяжеловато против Квапы. Клокверк на топе второго уровня. Идет контролить руну сейчас. Естественно, надо, чтобы саппорты команды Нави помогали Денди с рунами в противном случае будет очень тяжело. Итак, руна появляется на топе. Хейст. Здесь Денди продолжает размениваться со Сникингом как там у Дерева. Ну, Дерева, опять-таки, есть Ливенгармор. Он там ПКД навешивает на Сникинга. Хосту подбирает сейчас, смотрите-ка, Фаник. Куда он у нас убегает? Фаник убегает у нас мешать Юниверсу, что ли, или что, на отпул сюда выходит. Да, подцепить его пока у Фаника есть хоста просто невозможно. Он дает ракетку одну. И отступает. Опять Ливенгармор на Сникинга. Где он там тангутиков своих подъел. Сейчас будет обузить Ботл Денди. Вот к нему уже летит, так сказать, Курьер с Ботлом. Да, не ругал поеду. Как дела у Герокоптера на Ботлейне? Четвертый уровень, как и у Луны, соответственно, хотя нет, Луны третий. Ну просто хвост стоит в соло, да, а тут у нас три саппорта трется рядом с Луной и воруют у нее экспу. Не, ну самое интересное, конечно же, Лайн это в Миду. Это Денди против Квапы. Уже много душ собирал, не так сложно ласхитить. 15 штук, дополнительных 30 дамага. Имеет сейчас Денди отвешивает плюшку, дает Койл и сейчас опять, кстати говоря, четвертая минута отгоняет, слушайте, Квапа, отгоняет, как хорошо, отгоняет, еще тычку. Все-таки Сникинг уходит. Четвертую минуту надо проконтролить, ну я имею ввиду руну. То есть там на топе должен подойти Клокер, на боте должен подойти Пупей, Энигма, то бишь, Сникинг вообще не успевает, по-моему, ботла обузить. Повезет ли Денди, руна рессается, на боте все-таки появляется рун, туда подходит Энигма. Ой, какая хорошая для Пупея руна. Естественно, он подбирает ее сам и продолжит сейчас фармить леса. По-моему, Фанника сейчас будут убивать. Да, он что-то далековато зашел, поставил Коги, но вряд ли он здесь может выжить, просто Тауи... Ну, забегался, забегался, конечно, бедняга. Не самый сложный фраг для игроков команды Дигнитос, это вот это вот ФБ. То есть не пришлось там куда-то нырять, там, да, там какие-то телепорты, дефить там от соперника, просто там спокойно подловили. Фанника, который оказался в ненужное время в ненужном месте, ну, и, соответственно, реализовали это в фраг. Так, Дарксир у нас фармит леса. Пятый уровень, Энигма уже практически шестого, то есть, возможно, Нави пытается пропушить вышку на боте, вот как сейчас Хвост и Куроки, да, тут у нас стараются сделать. Ну, понемножечку, помаленечку дамажит эту вышку Нави, юзается фортификейшн, и вышка падает от руки Гироковца. Ну, что, пойдут просто дальше пушат, но тут уже Юниверс, он может там какой-нибудь Юаншельчик скинуть, там, что-нибудь в этом духе. Идалоны проходят, тут один дает Вижен, Хвост, дает Бараш, на самом деле можно впитать очень серьезно. Сейчас вот эти вот ребята там по телепортам прожмут, хотя Эклипса нету еще, да, тут Эклипса нету, похоже, вторая вышка сейчас упадет у Дигнитес на ботлейне. Что там у Сефера? Сефер находит Хосту. Все-таки на бот пошли телепорты, ну да, тут практически вышка умерла, 180 км, остатки купей, но он будет умирать, да, тут улетит, правда гирокоптеры может быть смогут убить Дэнди, на хосте Дэнди дает несколько кайлов, убивает Дарксира, тычку в сникинга, еще один койл, ой, хорош, что творит и шутин, и минус-то два, да, Дэнди, да или нет, гирокоптер, все-таки хвост, убивает вышку, такой размен, такой размен, ты два вышки на одного героя, плюс забрать еще мидера, плюс забрать еще Дарктира, который тоже немалого левела был, молодцы, нави, молодцы, вот просто, не знаю, наголову выше играют по сравнению с предыдущей картой, АОИ отпуливает крипочков, даблстак сделал, во всей этой феерии фаник не участвовал, то есть надо отметить то, что хардлейнер команды навиа отстает практически на один левел от мейн кэри, что конечно же позволяет судить о том, что фаник хоть и фб и отдал, но хардлейнер стоял достойно, куроки, какой у куроки левел, пятый, ему надо сейчас получить шестой и своровать блинку с никинга, вот шестой и спелстил, ну, 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 ждет, ждет, что-то ждет и оп, ац, нет, нет, не стал воровать, интересно, что последнее кастил аквапа, но в любом случае что-то можно с воровой, подняли, спровоцировали дерево на ливинг армор, а, вот куроки ливинг армор своровал, смотрите, сейчас на дендика просто повесить, оп, ливинг армор на эсэфе, что ты ему сделаешь, нифига ты ему не сделаешь, ну, естественно, у сникинга кинжал наносит дотовый дэмэдж, поэтому, там, ливинг армор потихонечку так сбривается, тарксир забирает реген, интересно, а что будет покупать денди, у него 2300 золот, неужто он собирается купить БКБ, да, БКБ будет делать, ну, правильно, правильно, квапа не даст покоя эсэфу, и луна тоже, отпуливает фаник сейчас крипов на тот самый даблстак, который сделал здесь луна, ну, ауи, сюда подойдет, и все это безобразие сейчас будет фармить, потому что, ну, какого черта, продолжается какая-то осада, да, то есть, на миду два игрока команды нави, наводят шороху, несколько кайлов, у сниггинга, седьмой уровень, надо было бы сейчас посмотреть по закупу и по графикам, но пока есть перерыв смотрим и видим то, что нави уже на четыре с половиной тысячи перефармливают в золоте и на три тысячи в экспе по закупу там, кстати говоря, на боте смотрите, убивают в эту сексе пей, ну, даже розочку не козя, а у него розочки нет еще ну, тут одни брейсеры, нуль талисманы, две банки, вот у нави уже действительно какие-то серьезные айтемы есть, фейзы, две арканы, вот дигнетас не могут подобным похвастаться, сниггинг сразу же отсюда блинкаут делает, опасается он, возможно, энигмы, ну, нави так в наглую просто вот так вот прошли сюда, да, и, соответственно, Т1 вышка в центре сейчас будет падать. Здесь 5-мэндота начинается, понимают понимает украинская команда то, что ну, понятное дело, что им сейчас команда соперника вряд ли что-то сможет противопоставить, говорят, игра будет быстрая, да и не факт, что игра будет быстрая, на хайграунд так просто не зайдешь с Дарксиром, придется какое-то время пофармить, но в данный момент, конечно же, нави имеет огромное преимущество, вот только Дэндимон, он сейчас так, смотрите-ка, нет, тут подцепили, подцепили с Никкинга, или что, Фаникс кастил ульту, я чуть не понял, куда подходит, Дэнди дает несколько кайлов, тычка, еще один койл, нет, все-таки еще одну тычку дает Дэнди, но у него хаста, он просто сейчас здесь, не знаю, наведет такого шороха, если Ливинг Армор у нет, у Рубика нету Ливинг Армора, у него скрим сворован, тут отступают нави, Дэнди отпивается, смогли дерево забрать, и вот еще чуть-чуть осталось подфармить Дэнди, у него будет БКБшка, на ботлейне хвост, уже кажется, обзаверлся Блэкинг Баром, 1600 хп вышка, ауи пытаются нафармить хоть что-то, 8 уровень и барабанчики, СФ на страже четкости, сейчас может быть Куроки что-то сворует, что своровал Ливинг Армор, да, семечку своровал, не самый хороший скилл, конечно, но по крайней мере он поможет поагрессивнее немного играть, да, из-за этого лечения, Меку делает Энигма и если вот добьет вот эту вышку сейчас купить, то у него уже будет Мека, там топ ломает Луна, надо, наверное, что-то с этим делать, будут ли Найя отступать или продолжать, нет, слушайте, Найя продолжает атаку в центр, в любом случае вышка на топе не упадет, хотя они решили все-таки отступить, Дэнди встречает Луну тут парочку раз размахнулся на Кайлы, но понял то, что это бесполезно, идут на Т1 на топе, против кейшен есть у Дигнитас и нет, тут Дигнитас не подефит эту вышку тоже, слушайте, ну как они отдают вообще, прям все тавера, просто все тавера отдают, Сефер тут добивает крипов и выходит дальше очень агрессивно на лейн, у него БКБ иллюзия, не забываем об этом, так, Кукшот от Фанника, Кукшот в сникинге хотел его Когами оттолкнуть, да, в итоге он Когами его оттолкнул, но Фанника вытянули, здесь пост расстреливает Дарксир и минус Дарксир Квапа ультует, Денди в БКБ тоже дает свой ультимейт, но мало он кому там демэджи нанес, но тут в итоге просто погоня, Блокхол от Купея отличный, вот сейчас бы Дендику бы заюзать Реквимом Соулс, да, но у него оно уже скачено и похоже минус 5, да, это минус 5 от Нави, хвост, трипл килл, Денди здесь тоже демэджи влил, очень немало, Дигнитас, естественно, групповая стадия, я думаю, что команда в эту секси уже бы давным-давно написала бы ГГ, потому что, ну, здесь Нави играет просто даже не на голову, а на две головы выше своего соперника, и последняя внешняя вышка падает на 14-й минуте, 13.58 добивает ее герокоптер, очень много вышек здесь добил хвост, у него 1400, 1500, 1500 монет, не знаю, может у него уже что-то куплено там в инвентаре или нет, по идее не показывается, что у него что-то есть в стэше, давайте на закуп поглядим вот так вот, эх, юниверсу меку нафармить, ну и вот луна, да, еще себе не показала, 9-й левел, первый клип всего лишь, тут как бы у них мы даже 9-й левел, да, у Рубика 8-й, а, стоп, я сказал, последняя внешняя вышка, лол, нет, 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 я не заметил, что на миду тоже есть вышка, мне почему-то показалось, что на ее продавили, естественно, нет, вот, ну, по крайней мере, она тоже там уже там полумертвая, и поэтому, да, заговариваюсь я на ночных трансляциях, заговариваюсь. Рошанечка сейчас убить, почему бы и нет, пока луна на топе, да, никак не помешать нави убить Рошу, а, Егис заберет хвост, что-то у него там уже, доминатор, да, нагло очень рвается Пупей, сейчас может быть у него файс какой-нибудь, так, стяжечка на него пошла, идут атаковать вышку в центре, да, тут даже никакого сопротивления не окажет, с F11 уровня полетела ракета, а вот Клокерка, у Клокерка, кстати, чего там, так, подцепили в итоге Куроки, дает ультимейт в эту сексе, но БКБ жмет хвост, и это минус, Юниверс ультует, ой, Дэнди, как красиво ультанул, сразу же, два фрага делают Нави, и Дигнесс понимает, что здесь не вариант сражаться дальше, пишет, ГГВП выходит, мы посмотрим, затем, как упадет трон, и тоже с вами выйдем, ну, хорошо сыграли Нави, за 16 минут победили, посмотрим, что будет на третьей карте, ребят, Маус против Альянс, ну что там, 34 минута, пойдемте глянем, Диджей Бот просит трейд, прям вот вообще, прям вот хочет он этот трейд, сейчас, Диджей Бот, подожди немножечко, сейчас все будет, тем временем, Альянс умирает в минус 4, преимущество по XP, хотя, у Альянс преимущество по XP, и по фарму, тоже огромное преимущество, у Блэка, манта БКБ, смотрю, что у Маузов нету вышки на боте, тут да, какой-то тоже пожар, на самом деле, происходит, посмотрим, что тут нафармлено, супер баш, ууу, уху, уху, да, война тут не на жизнь, а на смерть, конечно, шведы не хотят проигрывать, на своем родном турнире, должны не тащить эту карту, команды по очереди, показали домашние заготовки, и сейчас, будет третья карта, похоже на правду, похоже на правду, так, тут мне трейд, просто предложили, я поэтому, все-таки соглашусь, пока есть у нас время, в перерыве, так сказать, замутим небольшой трейд, на розыгрыш, наверное, нам хотят что-то скинуть, я так предполагаю, главное, чтобы не началась драка, о, компендиум, лол, уважаемый, диджи-бот, скажите, пожалуйста, что мне делать с этим компендиум, я, конечно, исключительно, счастлив, то, что я эту книжку не купил, и мне ее в итоге скинули, а, смотрите-ка, пытаются убить тем временем, Блэка, Хекс, Супер Баш, давай, до свидания, все, АМ, управляемся в таверну, рожа через 4 минуты, через 5 там, да, спасибо, диджи-бот, я что-нибудь обязательно с этим компендиумом придумаю, ладно, полистаю как-нибудь эту книжечку на досуге, Ну что, решили Шведы, наверное, пушить сразу, да? Пока нету АЭМа Давайте байбэк статус Байбэк-то есть Залетает такой А что такое? Привет! Критули ему выписали С4, получается, ой, как плохо скастили Хотя С4, по идее, смогут убить его Вытащили, разорвали после мгновения ОК Если говорить о битрайдер, то здесь тоже Окучили Ну, минус ДК, минус битрайдер То есть, суицид-то неплохой получился Только нужно активировать 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 Бам! Все, компендиум есть А! Все инвокеры View All Games Инвокер, 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 инвокер Лос, 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 лос Ну там, на самом деле, вчера просто по-жесткому поборолись на этих инвокерах Я вчера довольно много паблика сыграл И... Ну, то есть Меня иногда вот удивляет Факт того, что вот вроде бы, не знаю, там, 1100 побед Да, там, сотый левел Две тысячи с половиной, наверное, может быть даже уже 3000 часов проведенных в доте Почему меня кидают на таких людей в пабе Которые фуриону покупают квиленблейд Качают телепорт и формят с хайграунда нейтралов Вот кто-нибудь может мне объяснить, пожалуйста Это очень жестокая шутка, Валь Очень жестокая Я считаю, что То есть, как бы, с определенного левела Там, ну, может быть Да, с определенного левела Надо, чтобы люди, там, играли, там, скажем С себе подобными А не так, что надо удержать любой ценой винрейт человека, там, в районе 50% И параллельно его кидать то на сильных ребят То на каких-то просто полных бомжей Это, мне кажется, неправильная политика Надо, чтобы люди получали от игры удовольствие А для этого надо играть с себе равными, да Соответственно, чтобы начинающие играли с начинающими Сильные играли с сильными Там, середнячки с середнячками Профессионалы с профессионалами И т.д. и т.п. Хотя, конечно, забавно порой в паблике попасться против стака Там, Дэнди какого-нибудь Никто не спорит Но Такое происходит раз, там, не знаю В 100 случаях, да Например, вот у меня там попасться на каком-нибудь хвоста На пупее Там пару раз играл с ними Против фанника много раз играл Против скандала много раз играл Там, КВМы тоже Которые нас выигрывали 5 в 4 еле-еле Там у нас парень один леванул Вот Но чаще все-таки случается, что вот именно Какие-то ребята невнятные попадаются Ладно, это такая минутка прохладных историй Потому что Нави против Ой, не то что-то Нави против Дигнитос еще не начали третью карту Мы здесь сидим и ждем И параллельно смотрим, как же закончится Вторая карта Альянс против фан Слушайте, а посмотрите, какие терпилы-то вообще попались 17-11 Гребаная 41-ая минута И 17-11 Что это вообще за дота? Что это такое вообще? Ребят, что на интернешнале сейчас находится? Ну, хотя понятно, лан там, да, все дела Дримхаки 22 тысячи там с половиной баксов за первое место Солидный хуш Так, врывается сейчас в лоду Лоду успел скастить черного Но, кстати, вот, слушайте, смогут заскусить Ой, ультимейт от бэйна Ультит фурион В итоге лода выживает Прячется вака И, ну, вот, у блэк сейчас нет бкбшки Минус лина, минус бэйн Ну, и, по-моему, блэк сейчас встревает Супербаш, стан, там, дк и хекс Все Вот он антимаг Заглимпсовали бауна Минус бэтрайдер Урну Плюшечку гем потерял Гем надо подобрать, естественно Хотя, наверное, Альянс сейчас не парится на этот счет Они просто пойдут ломать трон То есть им не надо одну линию ломать Им не надо две линии ломать Они просто пойдут и сломают гребаный трон Почему бы и нет? Оп, оп Все, минус линия Хотя, наверное, все-таки вторую сломают Побояться, да Как-нибудь Слушайте, вообще побоялись Серьезно, побоялись Аэма еще 50 секунд нету Бэтрайдера 25 секунд нету И Альянс в полном составе У них просто Полный ластилер Супербашем МКБ Откатанным, да ДК с бкбхой Ну, я не знаю, кого они там боялись А, не Рошана нашли Да, ну да, Рошана надо убить Не знаю, третий ли это или четвертый Но тот факт, что у этого Рошана Помимо Маегис еще и сыр есть Конечно же, привлекает шведов И они решили Ну, перестраховаться По сути говоря, да Но, на мой взгляд, они могли Соломать вторую линию Просто изи-бризи И перетянуться на Рошана Убить его и заканчивать эту карту То есть, Альянс против Маус Тоже будет третья решающая карта Как дела у Нави Дигнитас Смотрим Началось, нет? Началось Ну, давайте еще посмотрим Наверное, полминутки Потому что там до стадии пика Пока все дойдет Пока все прогрузятся Крик души Ну да, Mortal Mortal Dream Конечно же, это крик души Есть ли комментатор ВКонтакте? Конечно, есть У меня даже паблик есть Просто я не сильно сейчас говорю Подписывайтесь на YouTube Подписывайтесь на паблик ВКонтакте Просто народа на стриме не очень много И то, что сейчас мы комментируем Это так, исключительно для души Да, и для того, чтобы посмотреть интересную доту Потому что дота действительно интересная Ну ладно Конечно, не хочется оставлять вот эту вот карту Хочется посмотреть, чем все закончится На мой взгляд, Альянс должны победить здесь Но я бы перетекал потихонечку в матч Дигнитас против Нави Все-таки третья решающая карта Украинская команда против команды из Америки Все это происходит сейчас в 2, нет, в 3 часа ночи по московскому времени И в час ночи по местному шведскому времени В городе Янчопинг уже тоже глубокая ночь, как и собственно в Москве Думаю, что ребята сейчас отыграют третью карту И пойдут отсыпаться в отель Там есть рядом с этой вот ареной, где проходит Дремхак Парочка хороших отелей Вот я там в принципе в баре в одном был Ночевал-то я вообще где-то там в шараге в какой-то Но думаю, что за аэрогравити не поскупился на Хороший отель для своих игроков Ну ладно Перед отдыхом, конечно же, предстоит еще Очень серьезная борьба Да и тем более отдыхать нет никакого смысла Если ты проигрываешь Потому что это четверть финал Решающая карта Команда, которая сейчас проигрывает Просто уезжает домой Тупо домой Потом у нас завтра будут полуфиналы И финал турнира Ну это все завтра, да, то есть тут не дабл эллиминейшн Тут не первая, не вторая карта Где там может кто-то ошибиться То есть у ребят нет больше права на ошибку Надо показать все, на что способны И Дигнитосом, и Навиком И, собственно, показать все Ну как бы, собственно, лучшую доту Которую они могут показывать Герокоптер сразу же пикает пупей В бане у нас Морф, Ио И Бэтрайдер с Ченом Ну, то есть Морф это, скорее всего, респект бан от пупей То есть он увидел то, что этот Морф реально доставляет проблем С ним не надо играть Подумал Клемен, да, что нафиг надо Ну а, соответственно, Дигнитос убрали Чена Потому что пупей это топ-1 Ну, может быть, не топ-1 Но, по крайней мере, один из лучших Ченов в мире Думаю, что мало кто со мной поспорит У W2X сейчас есть возможность выбрать двух героев Это, может быть, Дарксир, да, вот я тоже хотел про этого героя сказать Ну, а опять ТХД Дарксир, ТХД Хорошо, тогда Рубик, собственно, пупей думает Куроки, немец На Рубик играет просто великолепно На мой взгляд Куроки это очень хороший, ну, собственно, сам по себе игрок То есть, вот там поговаривают то, что да, там Нави уже не те Распустили состав со смайлом Ла-ла-ла, там зачем это все было делать Там развалили только другие команды Сами не играют Да и вот сейчас как раз-таки Нави показывают очень хорошую доту, друзья И вот, может быть, там, конечно, хвост порой что-то вытворяет совершенно ненужное Может быть, и фаник, хардлейнер не лучше, чем лост Но Куроки, Куроки всегда и везде делал все отличное Вот нравится мне этот игрок Он раньше на хардкере, как поговаривают, играл Я несколько игр застал, где я там Куроки с тендингом играл За каких-то людей там на фармиле отыгрывал Даже когда Нави, знаете, когда нету хвоста Нави берут стендинга и Куроки обратно пересаживается на, там, на кунку на какого-нибудь Там или еще на какого-нибудь фармилу, там, на хаус найт, я помню, недавно играл То есть, так сказать, вспомнить былые времена и пофармить немножко То есть, в принципе, немец, он вообще, вот в Нави делает очень много и очень все качественно Даже вот хвост в интервью мне говорил, то, что нет никакого там языкового барьера То есть, как бы, парочка это Пупей и Куроки То есть, хвост фармит, Дэнди в меду, Фаник на хардлейне И у них своя дота, их там мало что интересует А вот парочка Пупей и Куроки, они просто делают и друг друга понимают Куроки все грамотно скидывают, все верно делают И разногласия редко, когда у них возникают Так что, вот, краткий экскурс в команду Нави с их новым составом В общем, к чему я это все говорю? К тому, что мне нравится, как Куроки играет на Рубике Просто, не знаю, никаких абсолютно претензий к этому человеку у меня нет Люцифера банит Пупей, тоже, видимо, побаиваются Энигму убрали Дигнитос, сами бикнули Инчу Ну и, соответственно, какой-то нужен герой для Паппи Ну, просто Дарксир Инта ТХД Инта Инча Инта Что мешает просто сейчас Пупею забрать Никса? Я не знаю, ничего абсолютно ему не мешает Герой хороший, саппорт великолепный Поэтому, на мой взгляд, Пупей будет этого героя брать Если у него будет возможность Да, может, у него какой-то другой план на игру Но если сейчас не нужно взять какого-то специфического героя То вполне вероятно то, что заберет Но Тринт, да, Тринта сейчас нет ни в пике, ни в бане В принципе, его могли бы забрать Его мог бы кто-то забрать из вот этих вот команд Но это, кстати говоря, не факт, что это будет Потому что любитель Тринта это у нас Габлак Вообще, кстати, Тринт, мне кажется, он комбится очень хорошо Вот Дестройер, да, очень хорошо комбится с Омником и Тринтом Потому что Дестр это такой герой, который вливает очень много дэмэджа Но сам по себе он на СФ немножко похож То есть, как бы дэмэдж вливает порядочно, но очень-очень хлипкий И крайне неустойчив к гангу Поэтому, не знаю, если Омник есть там в тимфайте Репельчик какой-нибудь на него накинуть Чтобы Дестр мог собираться там сразу в какой-нибудь жуткий хекс Не надо ему было БКБ делать Это огромный плюс Ну и Тринт, соответственно, тоже там Ливингар Мора подвешивает Что ОД или СФ не так просто зафокусить Но Нави не раз уже показывали, как они пикают Тринта и Пуджа И Пуджа там отправляют в мид Не боясь, что там Денди просто накоцается очень сильно, да Против какой-нибудь Квапы Клокверка забирает Пупей Герой хороший, герой полезный для Хардлейна Фанник сыграл им просто на 5 с плюсом на предыдущей карте Посмотрим, как сыграет на этой карте Тем более, что есть такая фишка у Дайер Не знаю, как у Рэддинт Я вот ни разу не видел Но вот у Дайер можно Клокверком на Хардлейне Там запирать крипов в Коге Один Ког ломать И крипы в итоге выходят туда в лес Их там можно запереть и очень долго держать Над следующим пиком Американцы из Дигнитесь думают очень долго Из доступных героев Здесь есть Наикс Есть, ну имеется ввиду Надо кем-то фармить Да, вот кем же будет фармить у нас в Итус-Сексе сегодня Просто, ну вот Луна Ну не знаю, то есть Луна в принципе Вот опять получается что-то похожее Да, там ТХД, там Луна, Дарксир Могут проиграть они Навиком Берут Нагу Ну, герой тоже, честно говоря Такой немножко спорный Ну, против Герокоптера То есть его просто Инснейром поймать Чтоб он там не мансовал, не летал Там быстренько, не расстреливая попутно Там хит энд раном, да То есть Сделал атаку, чуть отбежал Сделал атаку, чуть отбежал А просто Инснейр накинул И хоп-хоп-хоп его зафокусил Вот, тем более против Наги БКБшки собирать очень Ну, как бы противоречивый айтем На самом деле Когда ты играешь против Наги Собирать БКБ В чем его противоречие Противоречие БКБ против Наги В том, что Если ты это БКБ прожимаешь То у Наги просто Вот так и тянется рука Прожать ульту И когда она прожимает ульту Вся твоя команда засыпает Кроме тебя А ты в БКБ И в пятером Соперник может на тебя накинуться И даже учитывая тот факт Что ты не восприимчив К каким-то нюкам К каким-то станам Которые не пробивают БКБ Ты просто огребаешь От пятерых Поэтому забирать БКБшки Крайне опасно Против Наги Ну, вот на карте Виртус Про против ИДжи на первой карте Мы, в принципе Не то, чтобы убедились Ну, там просто массовые БКБ были Там, в кого не ткни У всех были БКБ против Наги И там Нага ультует Да, у всех БКБ И всем просто Все равно На этот ультимейт Они все равно позиции меняют Как им надо И убивают Берут аппарата Для Дэнди Коперейшн в мид Это очень сильный герой С ним крайне тяжело стоять Могу рассказать вам кулстори Случилось мне как-то Играть в паблике против Дэнди Было это давным-давно Но аппарейшн был еще Может быть не такой жесткий Ему не добавили вот этот Аганим Который ему ульту улучшает Но тем не менее Попались мы против Дэнди В общем Какой-то рандомный парень В нашей команде Зарандомил аппарейшна Дэнди пикает СФ В итоге этот парень пишет в чат Все, ребята, я мид Как бы доверьтесь мне Я сейчас все сделаю красиво Берет аппарейшна Идет в мид На третьей минуте делает ФБ На пятой минуте делает второй фраг На шестой-седьмой минуте делает третий фраг Начинает троллить Дэнди Дэнди пишет, что с тобой не так И просто выходит Понятное дело, что СФом тяжело Против аппарейшна стоять Потому что чилинг-тач на себя вешаешь И всех крипов динаешь Всех крипов ластхитишь А у СФ, у которого тычка 46 Или может быть даже меньше Я не помню, сколько у СФа тычка Честно вам признаюсь Но самая как раз таки проблема У СФа в том, на начальных уровнях Что ему тяжело добить крипа Его в принципе можно очень сильно перезинаить Вот я почему на предыдущей карте Так сильно удивился Просто крипы под вышкой А Дэнди хоп Одного, второго, третьего, четвертого Задинаил И все Вивера берут Дигнитос на хардлейн И последний герой Нужен Нави Либо в лес То есть для Пупея Пупея сейчас выберет сам для себя героя Это должен быть саппорт Возможно лесной Который будет стоять на трипле с герокоптером Желательно что-то со станом взять Например Никса Я просто всеми частями своего тела за Никса И считаю, что этот герой будет Я просто сейчас посмотрю баны Никса не вижу Нет, Никса не вижу Значит в принципе можно Можно конечно же попробовать Забрать этого героя Ну если говорить О парейшне То можно кстати Знаете кого еще забрать Чем можно было бы забрать Хаоснайт Если уж совсем Какую-то Супер вомба комбо Пик устроить То есть О парейшн ЦК мид Там Скажем Рубик герокоптер бот И клокверк топ Ну это комбинация Которая не даст вообще ничего делать Аааа Знаменитый ликантроп Байпупеи Ну что ж Посмотрим Посмотрим Формящий ликантроп в лесах Скорее всего Так Дэнди на Опарейшне Фаник Клокверк Куроке Хотя нет Нет Стоп Стоп Может быть я не прав Может быть я ошибаюсь Очень Велика вероятность того То что Пупей пойдет На легкую линию Ну хотя ему там Вивер просто покажет Где раки зимуют Наверное все таки В лесах будет Пупей Ну тем не менее Возможны подобные исходы То есть В лесах У нави никого не будет Ликантроп идет в легкую Клокверк и Гирокоптер вместе с Рубиком Идут на сложную И там Клокверк Ну сначала поднимает Рубик Подходит Клокверк Ставит коги Гирокоптер расстреливает Вот так вот Могут попытаться Закомбить Ну и в меду Соответственно Опарейшн Ну я думаю Что такое Вряд Ли будет Друзья Протрите пожалуйста Глаза Я тоже сейчас Не знаю Похлестаю себя По щекам И это что Это Аегис У Ликантропа В инвентаре Пупей настолько суров Что Берет героя И у него Аегис В инвентаре А тут у всех Аегис В инвентаре Да А что это за бред Жесть Ну ладно Это просто Какой то баг Наверное То есть Действия Аегиса Никакого нет В чате ничего не пишут В чате ничего не пишут Ну я знаете Что думаю Наверное Наверное Просто не палятся То есть Они увидели Ой ребята Прикиньте У нас У меня Аегис В инвентаре Давайте Не будем Ничего писать Соперника Давайте Не будем А то сейчас Рестарт Какой то Попросят Зачем У них Мало того Что у них Аегис В инвентаре Так у них Двух героев Аегис Геракоптер И у Ликантропа Вот такие пироги Возможно Баг Дота ТВ Какой то Не знаю Сейчас Кстати говоря Хат Надо Отключить А то Там Кого нибудь Кровь из глаз Пойдет Внезапно Так Ох Поймали Дарксира Ох Ты ж Нави Поймали Дарксира Я тут Разглядываю Чат А они ФБ делают А что Дарксир Вкачал что-нибудь Дарксир Нет Дарксир Серж Вкачал Хотел я тут Его поругать За то Что наверняка Вкачал он Какой нибудь Ауншел Но здесь Надо Наверное Дать должное Куроки Который Очень грамотно Поднял В телекинез Дарксира При Прожатом Серж И смог Его соответственно Набрить Гирокоптер В этом моменте Дэнни Стоит в миду Против Вивера О я то думал Вивер у нас На хардлейне Будет Хотя тогда Просто некому Было бы Стоять Может быть Смоки Какие Дэнни Они нет Не знаю Смоки Покупать Конечно Этим ребятам Без маза Попей Сентриами Еще Линблейдам Ну Понятно Понятно Так Грейдит Курьеров Сейчас Нави Ну вот Дэнди Дина Что у него На первом Левеле На первом Аппарат Тоже у нас На первом Левеле Плюсы Что ли Вкачал На втором То есть У него Три ветки И получается Плюсик Тут Торнадо Задувает Дэнди Каймой Крайне Тяжело Стоять На Ботлейне Клокер Борется Один на Один С Что конечно же Зашибить То есть Ему там никто Не мешает Получать Экспул Дэнди Вкачивает На третьем Левеле Колдфит И довольно Далеко Заходит Снекинг Но Колдфит Здесь Ничего Не решит Потому что Шукучи Дает Снекингу Максимально Возможную Скорость Передвижения В Дота 2 522 Ну там Понятное Дело Что Там Братрум Говорят Там Быстрее Бежит Ну Я имею Ввиду Хейст Или Можно Там Собрать Например На экзус Яшу Барабаны И Фейзы Там При прожатых Фейзах Там Бежать 522 По моему Так Там Получается Снекин Бежит На топ Находит Рун Регена Дэнди Тоже Не Помешал Боттл Сейчас Вроде Как Вторая Минута У него Пока Что С Боттлом Немножечко Глухо Челентач Наконец Таки Прокачивает Дэнди И Попробуйте Заденай Эти Крипа Оп Оп Заденайл Двоих Сразу Просто Плюс 50 Магического Урона Кам От Мебро Тут Не Смог Здесь Должен Кончился Челентач Снекинг Сейчас Шукуч Не Не Коцает Получает От Вышки На топ Я пока Смотреть Не Будем Наблюдать За Противостоянием Дэнди И Снекинга На Центре Ибо Тут Как Вы Понимаете Самое Интересное Потому Что На топ Вряд Ли Сейчас Фраг Сделают Я Буду Следить За ХП Барами Не Буду Отвлекаться На Чатик Больше Поймали Юниверс Нет Просто Несколько Тычек Сделал Куроки Увер Прожимает Регена Вот Он Разменивался На Реген Свар Джиминейт Атак И Дэнди Сейчас Вынужден Убивать Эту Приявку Вешает На Себя Челентач Так Приезжает Боттл Для Дэнди Ну И он Пока что Ласхитит Очень успешно Всех Крипов Как там На боте У Фанека Дела Второй Уровень Все таки Мешает Саппорт Смотрите Way2Sexy Набрал Крипов Куча Стана У него И Похоже Что Сейчас Дэнди Дэнди Бежит Бежит И Палит Палит Всю эту Контору Он сейчас Видит С хайграунда То что Происходит Дает Нет Нет Ну блин Дэнди А зачем Делает Опасно Играет Руна На топе Подбирает Ликантроп Дабл Дэмэдж И смотрите Как Универс Блочит 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 Разворачивается Обратно Но Сейчас Ему просто На Там Волком Волком Немножечко Да Нет Не получается Хотя Слушайте Получается Вроде Но Серж Откатывает Свою Дарксир Он Сразу Пьет Свою Фласку Кроки Здесь Подходил Но Оказался Слишком Поздно Блин Я На удивление Бодро Себя Чувствую Не знаю Кофейку Шлепнул С Шоколадкой Не знаю Там В чате Уже Жалуются Ребята Как Так Игра Проходит В пол Четвертого Ночи Я Обычно Залипаю Все время На стримах Но Честно Говорят Тут Как На удивление Бодро Себя Чувствую Бот Решили Дигнита Пропушить Тут Вышечка У которой 800 хп Юзается Фортификейшн И Ультаппарата Пам Уэйтус Секси Получает Много Демеджа Виспы Не будут Спасать Его Понятное Дело Если Сейчас Подойдет Сюда Фаник Здесь Он Ничего Не может Просто Сделать Пытается Возможно Задинает Но Динает Здесь Очень Опасно Он Милишный Клокверт И Да Поэтому Без Вариантов Кончился Действие Ультимейта Паранова И Секси Сразу Прожимает Виспов И Подлечил Своих Тиммейтов Ну что На топе По идее Тоже Как бы Такая Линия Которая Способна Пропушить И Очень Даже Способна Пропушить Поэтому Ждем Когда Пупей Там Не знаю Будет Из лесу С Волками Там На пятом Уровне И Ребята Поломают Топ Шестой Левел У Вивера Тоже Шестой Все таки По Ластхиту Мы видим То что Вивер Очень Сильно Обыгрывает Сейчас Денди Руну Контролит Купей Волком Руна Реслится На боте Войтус Экси Забирает Реген Ну Везет Сейчас Америкосом С Рунами Гирокоптер Что У него Там Шестой Уровень Фейзы Не знаю Будет Делать Аквилу Тут Куроки Отпуливает На Дабл Спот Жестких Крипов Формить Формить Хочет Куроки Опять Что Леган Какой-то С Гарпией Убирать Аппарата Будут Холодядя Сейчас Холодядя Вам Покажет Может В принципе Ультануть Сейчас Денди Если Будет Возможность Но Эту Возможность Надо Создать Фоджет Заходит Со спины Пытается Сейчас Как-то Денди Убрать Смида Но Сейчас Довольно Далеко Дени Выходит Получает Приморозочку Здесь Пупей Телепорт Мы видим От Куроки Нырять Уже Очень опасно Куроки Поднимает А ультит Аппарат И Фейтболт Несколько Тычек Пытается Убить Куроки Кстати Говоря За Куроки Смогут Нырнуть И Да Приморозили Его Дени Между прочим Тоже В опасности По-моему Это будет Даблкил От Сникинга Подходит Пупей Здесь же Фаник Даблкил Не получилось Примораживает Фоджет Но Фоджет Убежит Ну По-крайней мере Телепортнулся Здесь Куроки Попытался Что-то Сделать Да Помочь Как-то Тиммейту Ракетка Тут Полетела На Сложный Слушайте А у Дарктира Это второй Уровень Лол Юниверс Юниверс Второго Левела Всего Лиша Хардлейнер Нави Клокер Пятого Уровня Он Правда Без вышки Стоит Неприятно Че Медалька ПТшка Для Вивера Не Вивер здесь Будет Доставлять Конечно же Он Очень Больно Дамажит Особенно Медовый Вивер У него Хороший Демедж У него Прокачка Естественно Тоже Жесткая И Он Будет Доставлять Проблемы В Тимфайте Я вам Так Скажу Не все Так Просто Нави Не все Так Просто Так Ликантроп Что-то Там Терпит Может Нет Нейтралов Здесь Умирать Не надо На первых Уровнях Можно Конечно Попытаться От нейтралов Там Сдохнуть Чтобы Быстрее Заресаться И С полной Маной Бежать Но В данной Ситуации Это Бессмысленно Потому Что На шестом Уровне Ликантроп Будет Долго Очень Появляться И Ну Попрост Лучше Добежать Дохилиться И Получить Свою Медальку Потом С новыми Силами Идти Не знаю Фармить Лиса Или Вышку Как-то Сломать Гирокоптер Делает БКБ Сразу же Я говорил То Что Это Довольно Таки Противоречивый Айтем Против Сирены Но Хвосту Видимо По барабану Пушат Вышку В кое-то веке Нави На топе Старается Сержим И Дарксир Держать Украинскую команду Немножечко Подальше От этой вышки Хвост Начинает Впитывать Фортификейшн Удивнитесь В принципе Есть Но Не юзают Они его Опять У нас Ганг На Дэнди В мид Причем Довольно Серьезно Он сейчас Повесил Сюда Вортекс Для вижена Но по моему Уже поздновато Здесь на него Просто Дэнди Конечно Старая Ультит Ооо Но его Приморозило Да В итоге Он только Пассивочкой Этой задел Ну и в миду Вышка В опасности Фортификейшн Узают Нави Может быть Пойдут Как-то Дефить Куроке Шестой Уровень Самое время На самом деле Драться Сейчас Потому что У вивера Можно своровать Шукучи Как вариант И очень Жестко Инициировать Бой Рубиком Практически Сделал БКБ Гирокопся Хотя Вражем Хвост По-моему Будут Убивать Нагу Прилетает Ультимейт Аппарата Попадает Ракета Нифига себе Как больно Ультит Гирокоптер И Надо здесь Будет Отступить Гирокоптер Еще не Сделал Поставили Варты Сникинга Поднять Можно Быстро Зафокусить Ультуют Пупей Поймали Просто посмотрите Что делают Нави Просто посмотрите Как они читали Выход Сникинга Здесь Под вардом Молодцы Молодцы Конечно Ребята Нечего Сказать Так Тут еще Париж Нольтанул Куроки Подходит И Цепляет Фоджида Фоджида Дает Макропиру Убивает Его Дальше Шукучи Вот это Называется Рубикс Шукучи Просто Рубикс Шукучи Приходит Поднимает Ставит Дальше Шукучи Добежал Еще Телекинез Еще Синициировал Жестко То есть Это Примерно То же Самое Представьте У вивера Был бы Стан То есть Прибегает Такой Вивер Дает Стан Наваливается Вся Команда И Убивает Тю Чем Не Герой Просто Фест Пик То же Самое Рубик Сейчас Может Делать То есть Он Шукучи Подходит Телекинезом Ну Пусть Он Не Станет Но По крайней Мере То есть Дизейблет Там На Долго На Целых Две Секунды Этого Обычно Хватает Для Того Чтобы Тоненьких Героев На самом Деле Потому Что Здесь Очень Много Игроков Команды Нави Сникенга Тоже Подцепили В Коге Пытался Спрятать Фаник Но У Вивера Есть Таймлапс И Сейчас Ракетка Только Его Застанет А Не Шукучи Прожал Культ Аппаратов Промазал Неужели Нави Просто Пойдут Дальше У Хвоста Не знаю По-моему Им Надо Перегруппироваться У Куроки Нет Маны У Хвоста Ни ХП Ни Маны У Фаника Нет Маны Оперейшн Сейчас Фармит Миду Что же Он Фармит Сразу Аганим Первым Айтемом Почему Б и Нет Правильно Сделали На самом Деле Нави Что Отходит Нефиг Тут Ловить Вейт Секси Тысяча Золота Может Позволить Тебе Купить ПТ Все Таки ПТ Для Инчи Ну Вот В такой Ситуации Мне кажется Надо Действительно Было Быть ПТ Чуть Поплотнее Чуть Больше Скорость Атаки Сильнее Импетус Ну В том Плане Что Больше Скорость Атаки Сильнее Импетус А там Рашить Аганим Его Можно Не Доделать Ситуация Сникинга Приморозили Он Что Встал Здесь Не Знаю Выжил В итоге В итоге Выжил Так По Закупу Посмотрим Хвост Начинает Делать Доминатор КБ Доминатор Дэнди Делает Меку Куроки Фармит Ну Не знаю Актуален Ли ему Блинг Ну По идее Можно Конечно Было бы Собрать Блинг Даггер Купить Точнее Блинг Даггер Можно Руны Фордстаф Почему Бы И Нет Тоже Хороший Айтем Дэнди Я вижу В ботле Инвиз Кстати Здесь Не отображаются Руны В этих Ботлах Которые Так Дэнди Тут В инвизе Проходит На топ Что По графикам 2000 У Нави 5000 В XP Кончилось Шукучи У Куроки Сворованное Нужно Что-нибудь Новенькое Еще Забрать Тут Нави По центру В данный Момент И Тут Старается Конечно Отпушивать Вивер Своим Свармом Честно Говоря Не думаю Что Это Остановит Команду Нави Хлот Всех Крипов Расстрелял С Флэг Кэнона Мана Ему Кто Подлил 9 Секунд У Куроки До Аркан Фаник Тоже В принципе С Аркан У него Есть Хукшот Что Тут У Нас За Позиция Позиция Такая То Что Пупей Стоит На Эншент Делает Володь Ку И Если Что Он Готов Поддержать Свою Команду Вышку В центре Пока Что Дигнет Еще Не Потеряли А Ауи На Топе Делает Радик Интересный Айтем По Моему Диффуза Все Таки Актуальнее Для Наги Ну Не Знаю Не Знаю Радик Это Очень Агрессивно И Может Не Прокатить В этой Ситуации То есть Она Соберет Там На За Какую Минут Формите 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 Его По идее Загангать На Минус Вышка Вместе С Ликантропом Ломаются Вышки Очень Быстро Рошанчика Рошанчика Бы Забрать Украинской Команде Уже Есть Володька У Люкенга Можно По идее Перемещаться Да Туда Сейчас Раш Это Гоним Хорошо Юниверс Скоро Должна Быть Мека Отлично Фоджет Голый ТХД Просто Ну да Фулл Саппорт Что тут Еще Поделать Хотя Вот Рубик Тоже Фулл Саппорт Но У него Арканы И Бросерок В принципе Нави Сейчас Просто Вышек Много Поломали Размены Удачные Были ДФБ Куроки Сдел Если вы Помните А нет Стоп ФБ Помог Сделать Куроки Но Возможно ФБ Сделал Хвост Я честно Говоря Не помню Наверное Все-таки Второй Вариант Смикинг Сделал Барабаны Ну вот Сейчас Сликонтропом Через медаль Убивает Рошана Примораживают Тут уже Пупей Собственно Сам справится Ему особо Помощь Не нужна Да и Так Чисто Моральную Поддержку Ему тут Оказывает Вортексами Тычками И На Скелетика Скастели Вортекс Да Оу Аегис Подбирает Пупей Слушайте Какой-то анонсер Корявый у меня стоит Вот Шторм спирита Лучше сделаю То уже Кровь из ушей Течет Просто Вот Скара Фаник Прячется в лесах Если что У него есть Хукшотом Сможет Инициировать бой Хвост Доминатор БКБ 2000 Д probabilities Золото Во Во Прячем Течет Она то, то есть убивает иллюзии Наги, но тут Нага сама с разником выжигает, фармит тоже. С Радианцем удобнее фармить, особенно Наги. Пупей настолько суров, что уже начинает дофармливать сильную точку уражеской команды в лесу. Немножечку, помаленечку Фанник тоже собирает свой Аганим. Примораживают, ну и наверное пойдут сейчас драться как-то на боте Нави, потому что ну тут в принципе вышка, да. Во-первых, ее можно забрать, во-вторых, у украинской команды сейчас очень серьезное преимущество, плюс есть Аегис у Ликантропа. Можно попытаться как-нибудь там по-хитрому... Прорваться! В итоге там Дарксир вышку убил, но Хвост просто прибарнял. А что творит Хвост вообще? Байтит что-ли на кого-то там, на себя. Просто смотрю, он так нагло вышел, я думал, на него бы сейчас Инснейр накинула Нага и добрый вечер. БКБ, не БКБ, а просто Инснейр и все. Вступает Нави потихонечку во вражеский лес. И перетягивается на бот. На топе тем временем Дарксир. Прокачивает первую стенку и делает Форстаф. Дэнди, Мека, Дабл Дэмош, что-то тут еще летит. Один Фаннику, другой Пупею Угрклаба. Ну, это Фаннику, это Аганим. Так, на топ у нас кто партится? Уроки партится на топ Дефит. У него есть шутки, он может не бояться здесь вражеской атаки. Ну, по-моему, Нави будут идти на Т3. Сейчас у них есть Ликантроп с Хоулом. Плюс Аегис, да, он сразу начинает грызаться в Т3. Т3 чуть-чуть дэмэджа получает Макропира от ХД. Ну что, Макропира сейчас кончится и убили Катапульту. Т2 в центре Нави потеряли. Слушайте, а все-таки Нави подразменяли Т2 на топе, на Т2 на боте. Плюс еще дали Т2 в центре. Поэтому в этом плане приятного мало. То есть, казалось бы, Нави пушили. Нави вроде бы сражались там за вышки и тимфайты хорошие были. Вот только сейчас, кстати, смогут убить. Вот здесь палят Вивера. У Вивера сейчас нету линки. Так, шот может быть от Фаника какой? Не, не, не стал. Ну, короче, вышки Нави как-то, ну, просто беспалево вообще понаотдавали. И, собственно, печаль беда от этого. Ну, ясен пень. Идут на топ сплитовать. Тут вроде бы как инча. Но просто знаете, что я думаю? Вот там на ботлейне Ауи с телепортом. Я просто думаю то, что Нави, они должны, наверное, идти в этой ситуации. Потому что просто идти на трон, это, ну, опасно. Просто опасно. Надо как-то поймать соперника там на перетяжке. Или, вот видите, вот сейчас Фаник старается. Поднимает хукшот. Ой, неплохо, неплохо. Под форстафил себя Дарксир. Приморозили в итоге Фаника. Курьера у Нави убивают. И тем временем на топе падает вышка. Слушайте, все Нави стоят на центре. Топаут делает Фаник. Культ аппарата пролетает, попадает в сникинга. Но вышка тут просела, конечно, серьезно. Аегис упадет через 4 секунды. Есть рецепт БКБ. Опять поймали ТХД. Слушайте, ну, наверное, Фоджида-то должны в итоге убить. Своровал Куроки стан. Да, в итоге ТХД подрезали. И Куроки делает ТПаут. И контрол жесткий. Очень большие куски отгрызает от саппортов под медалькой. Самого Армора хоть добавляй. Поэтому там нырять под Вивера не так страшно. То, что игра затягивается, это, на мой взгляд, минус для Нави. То есть у них было хорошее преимущество по золоту и по ХП. Но сейчас у них по ХП тоже хорошее преимущество есть. Но просто сам факт. То есть они зря отдали много вышек. Зря затянули это до 25 минуты. И, возможно, была маза подраться как-то пораньше. Но как получилось, так получилось. Все-таки Нави и так очень качественно сыграли в начале. Вот Пупей. Слушайте, а с дабл дэмэджем Сникингу нет ультимейта у Пупея. Убежать не получится. Что в куре это было, жалко. Я не могу посмотреть. У меня она не была выделена. Сейчас, сейчас. Нечаянно F1 надо нажать. Да. Полный вижен. Вот в чем хороши аппараты Clockwork для вот таких спритпушей. Это то, что можно на расстоянии отпушивать лайн. Да. Там айс бластом, ракетой. Айгис через 3 минуты. Контропа БКБшка. Ни много ни мало. Нага, наверное, делает манту. Ауи, да, решил сделать манту. Респаун Рошана через 2 минуты. МКБ делает гирокоптером. Осталось совершенно немножко деформить. Ну, уже может гирокоптер закупиться, так сказать, МКБ. Поехай. На боте пушат дигнет. Сейчас посмотрим закуп. Друзья, обязательно. Так, 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 так. Вот что у нас с закупом. Манта. Манта сейчас делает и... Слушайте, неужели снигинга, да, да, отпустили. В итоге отпустили. Кто-то... Вивер тут долговато застрял на самом деле. У него сейчас кончилось еще кучи. Новая кастет уходит. За ним биджит банда. Гирокоптер 3300. Вот байбеки. Давайте посмотрим, во-первых, NetWars, а во-вторых, посмотрим байбеки. Байбеки, по идее, у многих должны быть. Хотя не так уж и у многих. Вот у Na'Vi много байбеков. Три штуки, я вижу, да. И один у Dignitas, это Darkseer. На топе какой-то пуш тут намечается у Америкосов. Будут его пресекать. Уроки. Найс пас ворованный. Так, кукшотик. Кукшотик в иллюзии, чтобы не пушили. Правильно. Ну, у Клокерка Аганим есть. Кстати, ни разу такого не видел, чтобы Клокерк собирал на первом левеле своего ультимейта Аганим. Убивает Рошана. Дэнди его здесь примораживает через колл. Все это быстренько можно забрать. И Аегис для гирокоптера, конечно же. Ну, там на топе, видите, пропушивается лайн постоянно. Вот и ответ, зачем собирать. Так, вивер-то, смотрите-ка, убили. Убили Рубика. Вот пока тут растянуто стояли Na'Vi. Полетела ракета за Ауи. Ну, нет, за ним нырять дальше не полезно. Во-первых, у него есть ультимейт, да. Не позволит он себя убить. И Хвост покупает Иглсон. Ну что, на ботлейн приходит купе и отпушивает здесь. Ну, блин, смотрите, последнюю вышку все-таки потеряли Na'Vi внешнюю. И продолжает сплетовать Дигнитос на топе вивер. Со своей мантой. Которую уже он может купить. Надо девять. Так, Айс Бласт пошел. Вот, кстати, в итоге увернулся. Против кейшин прожимает Na'Vi. На центре что? На центре ничего не происходит. Ну, я не знаю. Нужны какие-то травала, да. Там, например, вот гирокоптеру просто купить травала. Пойти по топу или ликантропу. Пойти по топу, там, отпушить. И, если что, просто притпшиться к своим пацанам драться. Потому что то, что сейчас делают Дигнитос, это крайне раздражает. Да, и они, соответственно, постоянно оттягивают финальный пуш. Вот травала покупает Naga. То есть ребята, что называется, решили сплетануть. Вивер 15-го левела. Такое хорошее преимущество у Na'Vi сейчас в XP. Но как же жестко америкосы сплетуют. Хвост расстреливают. А вот хвост с траволами. Ну вот, наконец-то, да. Наконец-то. Будут сейчас... Ну, надо тут не только топ отпушивать. Надо еще и бот теперь пушить. Но, по-моему... Блин, Вивер-то... Я не знаю, сможет спушить. Там нет. Сзади бегает Naga с иллюзиями, с мантой. У Куроки что-нибудь своровано. У Куроки ничего не своровано. Здесь вдвоем. Ничего, смотрите, сникинг. И вот этот секси пушат. Припортился сюда хвост. Без хвоста драться, конечно, не вариант. Он приходит сюда, будет толкать линию здесь. Но на топе уже... Ну, не знаю, надо как-то поймать. Возможно, сейчас, кстати говоря, будут ловить ликантропа. Но его поймать крайне проблематично. Вот он... Ну, зря, зря, зря вот это он сделал. Хотя нет. Смотрите, начинают драться. И, кажется, это то, что как раз-таки и нужно было Na'Vi. Поставили стенку. Universe в итоге замерз. Минус два на Рубика. Разменяли, который делает байбек. Клокер умирает. Гирокоптер тем временем бежит с бота помогать своей команде. Гирокоптер даже не нужен был, чтобы выиграть ту Team 5. Отправили в таверну ТХД и Дарксиры. И сейчас как раз-таки у хвоста есть возможность просто пропушить. Бежит команда Na'Vi сзади. Будут ребята его поддерживать. Конечно же. Ну и... Так, хвост начинает фокусить, фокусить. Фортификейшн. Рубают Дигнитос. Аегис есть у хвоста. Не забываем об этом. Хвост просто-напросто байтит. Да, там теряет этот Аегис намеренно. Разкоцая соперника. Честно говоря, тоже не так приятно драться на хайграунде. Ребятам из Na'Vi. Куроки поднимает Universe. Что своровано у Куроки? У него пока ничего не своровано. Инснейр мы видим Атау. И сейчас возможно... Ой, наливают очень жирно. Очень жирно на него наливают. Здесь надо вышку сломать. И похоже, что отступить придется. Или будут под ХГ драться. Да, возможно будут драться под ХГ. Пупей дал свою ульту сейчас. Убивает иллюзии Наги, которые с Радиком проходят до саппортов украинской команды. Фаник ставит Коги. Пытается отступить. По идее, Ауи мог бы здесь банально ультануть. Пытается убить Сникинга. Сникинга подцепили через ульт аппарата. Минус Вивер. Он не успел скастить таймлапс. Хвост еле живой. 237 хп. Убегает от иллюзии Наги. Стяжка стенка... Нет, стенка была стяжки. Не вижу. Пупей получает 3 импетуса от Вейта Секси и умирает. Байбэк от Вивера. Фаник тоже, по идее, должен отъехать. Да. Хвост получает свой фляй. Ну и... То есть как бы хвоста действительно убить тяжело, но... Блин. Вот такой вот размен. Вышка на топе у Нави тоже еле живая. На Меду у Дигнется в вышке нету. Проключаемся на Network. Смотрим, что здесь. 2500 лекантроп. Опять сплитуют. Блин, 4 часа ночи. А ребята все сплитуют. Эта игра должна была... Знаете, когда закончится? Два часа назад. Но из-за жутких задержек на... Задерживается на два часа как раз таки. Диффуза у Наги. Вот это уже, блин... Неприятно. Но саппорты будут терпеть. Просто будут терпеть саппорты. Гирокоптер, конечно... Ой, а посмотрите, что своровал у нас Куроки. А Куроки-то, оказывается, у нас стеночку Дарксировскую взял себе. На топе хвост. Пушит. И портится в мид. На боте Сникингу еще очень далеко до бараков. По идее, Нави должны попытаться сломать бараки сейчас. Так, ну и вот у нас под стеночкой так... Хвост, хвост. Расстреливают все это дело. Ломает вард. Начинает впустить бараки. Фрактификейшна нету. Здесь Пупе очень неплохо. Примораживает ТХДшка. Стяжка. Стенка. Куроки со своей стеночкой тоже здесь. Ульта топорейшна. Пупе вгрызается в универс и универс себя Форстафф. Ребята, зачем вы ныряете? Зачем вы бежите за этот гребаный фонтан? Убейте бараки! Ну ладно, хоть хвост там догадался бараки взломать. Все правильно сделал. Ну вот Люк Кэнг там отдался. Вроде бы поразвлекал. На боте там не отпушилась линия. Вот одной стороны лишились Дигнитас. Вот, собственно, теперь сплетовать будет не так удобно американцам. Когда у тебя нет одной стороны. По топу просто будет бежать Гирокоптер. По боту пойдут Нави. И в конечном счете хвост просто сделает ТП-аут оттуда вам. О, если завтра будут также идти полуфиналы и финал турнира. Честно говоря, я подумаю о том, чтобы на финал турнира... Ну не знаю, конечно, это неправильно. Уж если ты комментируешь четвертьфинал и полуфинал и просто взять и не прийти на финал. Это нельзя так делать. Просто послезавтра мне надо будет рано встать. У меня там сессия продолжается, так сказать. И вот, как назло, после последнего дня DreamHack у меня экзамен. И ложиться в 4 ночи и вставать в 7 утра не стоит оно того. Вот, я, не знаю, посмотрю завтра. Надеюсь, что расписание будет нормальное. Ну я видел там расписание. Там в 16.00 первый полуфинал. Через 3 часа, соответственно, в 19.00 второй полуфинал. Ну и еще через 3 часа, по-моему, хотя бы в 22. Нет, нет. Как-то по-другому там было. Ну, в общем, все может очень сильно затянуться. Короче, давайте насчет финального игрового дня на DreamHack пока что повременим. Посмотрим, как закончится решающая карта Dignitas против Na'Vi. Хвост идет, пушит топ. У него фляй, он просто бэкдорит вышку. Пытается, по крайней мере, ее забэкдорить. Кстати, поймали Фаника. У Фаника, да, он пытался ступорт какой-то сделать. Но, не знаю, его очень быстро убили. Ау, и без маны. В итоге туда сейчас портнуло Синча. Не знаю, что он здесь забыл. Ее довольно быстро сломали. Dignitas тем временем пушит сразу же 2 лайна. Fortification врубает Na'Vi и идут пушить еще один лайн. Сейчас, похоже, у игроков команды Na'Vi есть преимущество. Потому что они будут просто банально ломать... Ой, как же Хвост больно расстреливать. Но он БКБ сейчас сжал, а линия не сломалась. А Снегинг там уже начинает фокусить бараки. Надо быстро доломать эту линию. Зачем Хвост сделал это БКБ? Зачем он пошел драться дальше? Поднимает сейчас... Ой, под стеночкой-то вся эта драка происходит. Хвост, конечно, наливает дэмэдж. У него еще фляй есть. По идее, в эту сексе он должен убить. Рептает от Наги, стяжка от... Ну, зачем? Зачем вот этот Хвост? Ну, что ты творишь-то, твою мать? Что ты делаешь? Ульт аппарата полетел. Зацепил. Бараки живые. Вышка живая. На боте вивер поломал... Это что вообще такое? Что это за херня происходит, Na'Vi? Объясните мне, пожалуйста. Что вот это вот тут здесь? Что за вот это вот драки? Вот! Просто вышка. Сломали вышку. Сломали бараки. Ушли, перегруппировались. Отдейфили. Ну, спровоцировали... Дигнитосы сейчас на байбэк команду Na'Vi. И придется вот что-то тут... Тут вроде неплохо таймлапс. А что у таймлапса нет? У Вивера нету. А у него 5 секунд до таймлапса. Ой, Фаник, что творит? Подходит сюда уже Ликантроп. Маны есть у Сникинга. Но неужели он выживет? Лох сейчас должен откатиться. Хукшот от Фаника. Фаник, на Верочку. На Верочку будет. Хукшот-то на Верочку. Ну, не стал, побоялся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Третий Рошан у нас, друзья. Рубика нету. Отхиливается сейчас Вивер под виспами. У него, кстати говоря, дабл дэмэдж. Драться с ним крайне опасно. Иллюзия Наги здесь. Центрики стоят. Чилинг Тач повесил Оперейшн. Ух, там постоянно летит сварм какой-то. Как-то цепляет. Дает вижен. Нага своими иллюзиями напрягается Радиком. Питается крупно. Она, блин, жжет, кстати. Блин, неприятно. Хвост вбегает прямо на хайграунд. Хукшот. Винчу, инчу. Должны убить. Универс тоже падает. И, по идее, есть преимущество у команды Na'Vi на этом Рошане. Старается сейчас Дэнди как-то подфокусить. Между прочим, у Дэндика есть уже аганимчик. И довольно давно. Просто я уже тут мало, так сказать, читаю айтемы. Сейчас такая ситуация, когда уже очень важно то, что происходит в драке. Байбэк от Дарксира. Но тут уже падает Рошан. Подходит Нага. Нага, по идее, могла бы ультануть. Да, вот как раз таки ультит Нага. Ульт Гирокоптера залетает, попадает. У хвоста нету. Сейчас БКБшки. Макропира полетела. Хвост выходит. Закрывает Фаник его в свои коги. Лол! Фаник закрывает его в свои коги. Пупей получает Энснейр. Начинает вгрызаться в иллюзию Наги. Сникинг пытается раздамажить Кликантроп. Но очень тяжело это делать. Минус Дарксира в очередной раз. И Фаник бежит дальше. Фаник, лол, хвост бежит дальше. Фаник там где-то вообще терпит от стенки. Там иллюзия аппарата напрягает Фаника. Опять какая-то нелепая погоня от Нави. Вот они вроде бы закончили на чем? На том, что фокусили Рошана. Надо просто убить Рошана сейчас. Догнать здесь вряд ли уже кого-то получится. Там Вивер, там Нага. Они все быстрые. Ну вот. Аегис и Цир. Цир дают Фанику. Правильно. Перегруппироваться. Гем, между прочим, у Фаника есть. Рецептик Тарасочки для Наги. Вот сейчас у нее появится Тарасочка. И тогда посмотрим, как будут эти иллюзии убивать. То есть там Диффуза, там Радианс. Просто ты иллюзии натравляешь на какого-нибудь Рубика и ломаешь Рубика. Просто с прокаст иллюзий. Итак, Парэйшн отправляет Айсбласт на топ. Вот Блейдмейл сейчас у Клокверка. Что-то надо делать. Что-то надо делать. Хвост отпушит бот. А, кстати говоря, у кого Аегис? Неужели у Пупея? Да, у Пупея и Аегис. Лол, в Смоуке выходит Наги сейчас по центру. По пропушенной линии. Вот сейчас Вивера, Вивера, Вивера. Можно поймать у него. А, он сразу же таймлапс сжал. Вроде бы здесь был Фаник. Так, там целится своим гаечным ключом там в кого-то. Нага на топе. Продолжает сплитовать. Между прочим, Нага-то свои четыре слота сделала. Сейчас базилку продаст. И последний слот у Наги. У него полторы тысячи золота. Хвост портится на топ. Отпушивает все это дело. Ну, с флэккэноном. Да, нормально. Иллюзии Наги умирают все-таки. Более-менее годным образом. Что-то у Пупея вообще как-то все печально по фарму. Вроде бы сорок третья минута. Такой хороший Люк Энг был. А там, по-моему, какая-то драка у нас начинается. То есть стеночка от Дарксира у Фанни. Проблема. Он врубает Блэйдмейл. Прожимает. Сыр готов драться дальше. Но, как же жестко фокусит его Вивер. Наверное, ломается там лицо. Там Пупея здесь пытается убить Ауи. Но Ауи не проломить. Пупея застанели кентом. Лол. Лолололололололололололололололололололол. В принципе, у Пупея есть Аегис. Его должны сейчас убить. Слушайте, неужели Хост подойдет и просто все эту ерунду вытащит? Ультимейт от гирокоптера, хвост, включает флагкэнон, разбегаются все игроки команды Дигнитес. Начинается драка, сникинг очень жесткий. Так, 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 хвост с сатаником и умирает от сникинга. Продифузили хвоста, лол, у него есть БКБшечка, это БКБшечка, дружище! БКБшечка, гирокоптер, в чем дело? И что это такое, лол? Байбеки есть? У гирокоптера есть байбек, он сейчас его прожимает, ультатапарат полетел. Сейчас Юниверс, ай, чуть-чуть, 630 кп ему хватило бы на самом деле. Ну что, куда пойдут ломать Дигнитесы на топ или... На топ в итоге пойдут ломать, да, Ауи сейчас просто хукшот получает от Ваника, забирает его в Коги здесь, подходит к уроке, к уроке дает фейтбол сразу же, поднимая Тауи немножечко дизебли. Здесь у Дэнди нет ультимейта, еще 15 секунд Дэнди, зачем ты здесь умираешь, объясни мне, пожалуйста. Отходит чуть подальше, Фанник дает еще один хукшот, подставляется под жесткий фокус. Гирокоптер тем временем здесь терпит от Инчи, просто гирокоптер терпит от Инчи. О чем речь? Вроде бы как Юниверса должны убить, подходит Купей с Волками, Госсептер, да, к уроке его фейтболтом убивает. В итоге Купей пытается убить сейчас Фоджида, должен он его догрызть. Айс Бласт полетел, попадает Вивера, но это не так страшно. Ультимейт от Ауи и массовые телепорты. Куроки... Ну надо, надо сейчас вот этого жесткую, вот эту нагу подцепить. Правда у нее есть байбэк, ныряет. Куроки далеко нет, нет, не будут. Сейчас Дарксир находится в ауте, у него нет байбэка. И ресется ему еще целых 40 секунд, что же делать? Там поймали, кажется, Инчу, да, гирокоптер вместе с Дэнди смогли убить Вейту Секси. Ну, я не знаю, нага там тем временем на топе, байбэк от Инчи сразу же мы видим. Ауи продолжает пушить топ. Ололо, трололо. На самом деле, вот я что-то думаю, то, что хвост здесь БКБ не прожал, на самом деле правильно, потому что он в любом случае там умирал, и БКБ ему это надо было делать. В другом случае, блин, иллюзии просто ломают бараки. Хукшот от Фаника. Фоги. Ох, ну и терпил, конечно, эти Дигнитас. Вот Дэнди такой, типа, приходит, типа, классный, сейчас какой-нибудь получит, я не знаю, инснейр и встрянет. То есть, ну, значит, волки в Инвизе, на них, по идее, можно телепорт сделать, выгрызаются они в Смиккинга, но Смиккинг их очень быстро убивает. Вот, по идее, Вивер, у него всего лишь Манты и Этериал, пипец он так убивает. Со своим Джиминейтом, жуткая скорость атаки, плюс сварм, плюс практическая неуязвимость там со своим таймлапсом. Не знаю, Смиккинг Балинку бы сейчас купил бы, он бы вообще был бы неуязвим. То есть, его не подцепить, ничего с ним вообще не сделать. Жуткий, конечно, этот Вивер. Далековато зашел Смиккинг. Так, ультиммейт на топ в Ауе. 4800 хп. Банс! В итоге не попал. Сплитует по-жесткому. Гирокоптер начинает делать рапиру, друзья. И это говорит нам о том, что собственно, все подходит к тому, смогут ли Дигнитос убить гирокоптера. Вот зачем? Зачем? Почему? Вот почему они не сломали на топе бараки? Вот зачем вот это вот все? Я порой просто не понимаю игроков профессиональных, потому что, ну тут реально, зачем гирокоптер пошел сюда? Зачем ликантроп вот здесь дрался? Надо было просто сломать аккуратно бараки и уйти. И здесь то же самое можно было сделать. Сломать аккуратно бараки и уйти. Но Нави предпочли там нырнуть за Т4, как бы там под фонтаном там Дарксиры убивает. Ну вот, собственно, и имеем то, что имеем. 50-ая минута. Гирокоптер со своей рапирой рискует проиграть игру. Нага в 6 слотов сейчас будет. Вивер тоже. Он, в принципе, это еще Вивер, так сказать, не собрался. Сейчас соберется Вивер, вот начнутся проблемы. Нетворс, переключая. Вот смотрите, гирокоптер уже отстает по фарму. О чем речь? Преимущество в золоте у игроков команды Дигнитес. Какие-то смоуганги, я не знаю, жесткие, может быть, будут спасать. Ликантроп вообще голый. БКБ и Володька, что это вообще такое? Так, байбеки. Смотрим байбеки. Еще минуту не будет байбека у хвоста, но он, по-моему, не сильно печалится на этот счет, потому что, ну, а что ему, собственно, да? Денег все равно нету. 25 левел, тем более, что он делает рапиру без надежды на байбек. Так, партица на волка. Смотрите, ну, очень нагло, очень нагло здесь действуют игроки команды Na'Vi, ульта по рейш, но в итоге ТХД быстренько убили. Тем временем Вивер убивает Клокверка. Вот никак не дает покоя. Фукуси трону. О, борзый-то вообще какой. Вивер, слушайте, надо его поймать. У него, правда, есть таймлапс, но он продолжает ломать трон. Лол, здесь же у нас, Нага. Фортификейшн юзает команда Na'Vi. Что будут делать-то? Пытается фукусить Нага. Жесткая, очень толстая. Эджин падает. Лол, где гирокоптер? Гирокоптер. Тьфу. Radiant Victory. Ох. Na'Vi, Na'Vi. Ай-яй-яй. Dignitas показали невероятную игру. Ну, сами виноваты. игроки украинской команды в том, что сейчас произошло. Только они виноваты в этом. Первая карта, которая была проиграна из-за, на мой взгляд, ну, каких-то, не знаю, ошибок. Вторая карта, ну, выиграли, конечно, Na'Vi. Молодцы, вторую карту. Ну, и здесь они, соответственно, тоже несколько раз ошиблись. Ладно. Друзья, уже довольно поздно, и давайте все-таки заканчивать трансляцию понемножечку. Вот. Заканчивать трансляцию понемножечку. Всем спасибо. Запись это будет завтра. Не знаю, может быть, постримим полуфиналы DreamHack'а, еще пока что неизвестно. До скорых встреч. Пока. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok